Так, сегодня с нами на связи Алекс Мальцев, это украинский известный моушн-дизайнер, фрилансер, родом с Мариуполя, который сейчас находится в США, в Флориде. Он прошёл большой путь на самом деле, много опыта и хорошей работы в человека, и поэтому один из немногих людей, в которых мне сейчас хочется брать интервью после пятилетней паузы, поэтому, Алекс, welcome, расскажи немножко про себя, про твой переезд в США, я так понял, ты переехал до начала войны, вот, как это всё случилось, где ты сейчас находишься, чем занимаешься и как у тебя дела? Да, всем привет, спасибо за приглашение и внимание, скорее всего, много вопросов у людей в данный момент, потому что многие сейчас артисты столкнулись в Украине, столкнулись с проблемой и работы, и вдохновения, и творчества, вот, всё, что двигало все предыдущие годы, люди сейчас, возможно, столкнулись с тем, что что же будет дальше, и что же делать, остаться в творчестве или что-то изменить в своей жизни, так получилось, что в 2000 году я попал на телевидение, находясь в Мариуполе, но я был, там, техническим человеком, совершенно не творческим, вот, но с детства мне всегда нравилось, там, рисовать, там, что-то создавать, но это всё естественно, как и все дети, у кого-то перерастает что-то там большее, у кого-то остаётся просто как хобби, вот, но попав на телевидение, я первый раз увидел, как происходит процесс монтажа в премьере тогда, вот, и, ну, то есть, всё, это перевернуло весь мой мир, то есть, оказалось, что можно обрабатывать видео, изменять видео, делать новое видео и добавлять какое-то творчество к этому всему, когда я потом увидел продолжение, как это всё делается в After Effects, из технической части я постепенно, из технического департамента я перешёл в творческий, там, со скандалами, вот, и, в общем, всё началось с After Effects, скорее всего, когда я сделал свой первый там проект, когда понял, что это может приносить какие-то деньги, какой-то азарт в этом всём, просто ты сталкиваешься с неизвестностью, с каждым проектом, это происходит и сейчас, то есть, ничего толком конкретно не изменилось, то есть, в плане создания или построения с нуля, то есть, у тебя, у меня изменились там инструменты, изменились, изменился софт немного, вот, но, в принципе, ничего не изменилось, вот, и всё постепенно, по чуть-чуть, нарастал опыт, знакомился с людьми, с похожими интересами, обменивались опытом, вот, потом я начал заниматься заниматься оформлением, там, телевизионных каналов в Мариуполе, то есть, все каналы, которые были в Мариуполе, все почувствовали силу моего After Effects, потому что везде, везде, везде я приложил, так получилось, опять же, то есть, люди узнавали, что есть там такой человечек, а может быть, он нам что-то сделает, приходили ко мне там с предложениями, вот, я постепенно оформлял, и там бывает, идешь вечером по Мариуполю, там программа новостей, когда, там, во сколько, не помню, в 8 часов, в 9 начинается, если попадаешь в это время, все слушают, смотрят там канал, там, сигма, условно, и слышно музыка, которую я уже слышал миллион раз, когда делал эти заставки к новостям, да, это интересно было, там, из каждого окна, там, окна открыты ли, там, вот, и потом, когда закончился, так сказать, потолок, ты, точнее, уже начал чувствовать, когда уже я не понимал, что можно делать больше, вот, я постепенно понял, что нужно переезжать куда-то дальше, это был Киев, вот, первый мой, это был 2005, по-моему, год, и я был без работы около двух месяцев, наверное, то есть я, я не мог понять, куда мне можно прийти, подойти и, ну, собственно, обратиться за тем, применить свои скиллы, ну, естественно, первое, куда пришло, там, мне в голову, это пойти на телевидение, я пришел на новый канал, по-моему, и рассылал, там, письма, там, на все каналы, естественно, там, Интер, там, никто не отвечал, не было, были, в принципе, давно знакомые, кто-то пытался предложить, так сказать, мое портфолио, никому не было интересно, и я уже практически разочаровался, думаю, ну, ладно, то есть все, то есть это все, на что способен, наверное, в этой жизни, оформлять дальше, ехать в Мариуполь каналы или делать рекламу Мариупольского рынка. Сейчас, кстати, много людей плюс-минус в такой же ситуации, возможно, находятся подписчики наши или просто обычные CG-специалисты, которые плюс-минус такой же, ну, в принципе, все мы были в такой ситуации в начале карьеры, вот. Ага, дальше. Да, история только начинается, скажем так, потому что уже, я уже, там, уже планировал ехать обратно, чуть ли не брал билеты, все это время я уже жил у своего друга, с которыми познакомился в Мариуполе, он вообще из Киева, они там приехали отдохнуть, я с ним познакомился в Мариуполе, он просто пригласил, приезжай в Киев, будешь у меня жить, просто вот так вот, знакомство было там, неделю мы с ним общались в Мариуполе, и такое тоже бывает, просто пригласил, если бы я его тогда не встретил, я бы не был сейчас, скорее всего, во Флориде, и ничего бы дальше не было, просто так все время получалась какая-то цепочка событий или людей, они появляются только тогда, когда ты что-то делаешь обычное, если ничего не делать, не пытаться, ничего не получается, ну это одно из моих таких самых главных трюков, наверное, почему так все получилось, вот, и да, нужна какая-то активность, хоть что-то делать, по стопам идущего появляется дорога, то есть иначе никак, и я уже просто собирался ехать домой, все, это конец, и мне звонит знакомая, она тоже из Мариуполя, но работала на каком-то телевидении, я уже забыл, на каком-то точно канале она работала, просто говорит, что я отдала твой там диск с твоими работами своему другу, с которым она училась в Киево-Могилянской академии, вот, он работал монтажер на постпродакшене, такого слова я еще тогда не знал, если что, то есть я не знал, что такое постпродакшен, я серьезно, если бы я знал и пошел бы хоть в какую-нибудь постпродакшен Киево, меня бы взяли, оказывается, в первый же день, как потом выяснилось, я ходил по телевидениям, где смотрели на мои работы и начинали там какие-то чуть ли не комменты оставлять, так, я бы тут сделал иначе, там что-то еще, я серьезно, то есть они там мурыжили меня, там новый канал сказал, ну возможно там, мы тебя возьмем, только надо там, а там же там лестница этих всех принимающих решения там огромная, это же такая бюрократия, как на любом телевидении, и я уже понял, что я уже нигде не найду никакую работу, в общем мне звонит Олеся, говорит, есть вот чувак, он говорит, показал твой шоурилл своему там директору, директор тебе сейчас будет звонить, было часов где-то 10 вечера, мы играли там в бильярд, собирался уже езжать, думаю, ладно, пойдем поиграем в бильярд, звонит мне ночью директор, это был Киевпостпродакшн, вот, и звонит мне Кирилл Мартаков, директор, и говорит, привет, я там, Кирилл, ты где? Я говорю, я на Борщаговке сейчас, такой, ты можешь сейчас приехать? Я такой, что? Такой, если тебе кто-то будет звонить, никому не отвечай, мы тебя уже берем. Ну, примерно вот так это все было. Я такой, а можно я завтра уже приеду там? Я не знаю, там где Киев, там центр, ничего, я там дальше Борщаговки не выезжал особо. Он такой, хорошо, все, завтра во столько-то приходи. И все, я там нашел адрес, пришел, огромное-огромное здание там, оно до сих пор там находится, только там же другой постпродакшн. Я увидел перед собой, когда я вошел, просто огромное-огромное помещение, набитое людьми и компьютерами, которые делают какую-то мега лютую графику. Я такого, ну, до этого я никогда вообще такого вблизи не видел, такого размаха. А? 2000? Да, 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 да. То есть, я такого даже не мог себе представить, ну, просто это любовь с первого взгляда была. То есть, я бы работал там бесплатно, потому что это было то, что мне нужно как раз. Вот. Мы с ним там пообщались с директором, он говорит, это точно там твои работы? Я говорю, да, я могу просто даже сейчас пошагово описать, что я где делал, то есть, чтобы было понятно. Ну, мало ли, то есть, бывают разные случаи, люди там берут разные видосики и выдают там за свои, то есть, тоже такое бывает. Может, до сих пор, не знаю. Причем до сих пор, да, и причем очень часто. Ну, да, то есть, я объяснил, он все в порядке, верю. Говорит, в общем, у нас есть один проектик сейчас, и это там Дневной Дозор. Я вообще чуть в обморок не упал, то есть, я понимал, что это вторая серия Ночного Дозора, то есть, тогда еще ни анонсов, ни трейлеров, ничего не было, то есть, он только в работе был. Вот, и мне показали, что там нужно делать. Я тогда первый раз увидел Fusion, вот я в нем никогда не работал. Примерно там за месяц я уже там встал, там у меня черный пояс по Fusion появился, то есть, там прокачка была такая лютая, там самые такие крутые композеры были на тот момент, все там работали. А кто, можешь назвать пару имен, может парни услышат себя в этом интервью? Да, мой, так сказать, гуру по композитингу, это был Мишалкин. Блин, я забыл просто имя. Юрий. Юра, да, Юра, Юра, да. Это просто, ну, топ по композу. Дальше Леша Приходько, который сейчас вот в Канаде, и Вадим Конов. То есть, они были для меня тогда иконами, а ими же и остались. То есть, это очень надежные, так сказать, и в работе оказались, в командной работе друзья. Вот, и в творческом, профессиональном. То есть, они, ну, они просто лиды были, это точно. По 3D лучший, наверное, на тот момент, может быть, даже там в Киеве, он тоже, кстати, из Мариуполя, как оказалось, был Вася Сарачан. Он делал самую сложную графику, которую там нужно было сделать, какую-то там странную, там, какие-то с партиклами или там с какой-то процедурной геометрией, какие-то странные штуки, задачи. То есть, все давалось ему, вот, все было сделано молча, без паники, без истерики. То есть, это тоже нужно было увидеть, как это все происходит и понять, и научиться. То есть, возможно, я это тоже перенял, потому что паника, страх, истерика перед сложной задачей отталкивают очень много людей. И, да, этому нужно учиться тоже и видеть, как это все происходит. Вот, и, в принципе, это был мой первый, так сказать, опыт серьезной такой командной работы и понимания процесса. Вот, мне постепенно начали звонить там с других студий, типа, с фразами. Мы тебя спасем, мы знаем, что там нечеловеческие условия работы. И я серьезно говорю, просто, ну, не знаю, это было так смешно. Ну, я все озвучил там своему там руководству, они такие, типа, не обращай внимания, там, это нормально, там, то есть, мы тебе там зарплату поднимем, если нужно, это там главное. А мне это на самом деле не нужно было, то есть, я еще был в состоянии такой легкой эйфории, когда мне задачи, творчество и общение было на первом месте. То есть, да, мне там, естественно, нужны были деньги там как-то жить, там что-то еще, но это было совершенно не главное. То есть, я, то есть, не обманываю, не шучу там как-то, это было очень-очень интересно на тот момент, вот. А вот если ты помнишь в Мариуполь, на каналах Мариуполя, какая у тебя была зарплата, если не секрет, в долларовом эквиваленте? Вот, чисто вспомнить самую первую, ну, на момент ухода, скажем так, не в начале, а на момент ухода, на момент переезда в Киев, там, приблизительно. Потому что у меня, например, была первая, не считая фриланса, 4000 гривен, это 500 долларов. Это я еще в архвиз студии работал, и я считал, что это очень высокая зарплата, прям, я достиг уже пика, мне тогда казалось. У меня зарплата была, я вот сейчас могу сейчас сильно ошибаться, ну, я так думаю, что около, там, вообще, 150 долларов, наверное. Но, но, да, но я там, как говорится, чтоб ты сжил на одну зарплату, такого не было. У меня были постоянно какие-то, там, проекты сторонние, вот. И я, ну, для Мариуполя это были, как бы, нормальные, там, деньги, и не было никаких, там, особенных кредитов или обязательств денежных, чтобы я, там, слишком страдал. Но, опять же, то есть, если, если тянуться за деньгами, то можно идти, там, продавать металлопластиковые окна, или, там, продавать, там, из Алиэкспресса какие-нибудь, там, трусы. Вот, с творчеством, если хочешь связать свою жизнь, вот, то деньги должны отойти на второй план. Это тоже такой трюк, можно сказать, которыми пользуюсь до сих пор. Деньги придут, это сто процентов. Деньги придут, они прибегут даже. Они будут так бежать, что уже не будешь знать, за какой проект хвататься. Потому что, когда ты делаешь с душой, с творчеством, когда ты переходишь в хобби, все становится на порядок выше, чем у людей, которые думали о коммерции, думали о том, как подсечь, так сказать, лучшие тренды, там, или что-то там, ну, с точки зрения коммерции, вот, создать свой. У кого-то получается и так, конечно, но это, там, единица, это нужно уметь, вот, но когда ты делаешь с душой, это, так было всегда, всю жизнь, всю историю человечества, можно сказать, то есть, это все будет заметно и понятно сразу. Ну, так, 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 так и получалось, и я только сейчас это понимаю, почему так вышло. И на тот момент, когда я уходил, я не думал о деньгах, хотя они, естественно, нужны были, потому что ехать в другие города, это все будет связано с затратами, и не всегда найдутся добрые друзья, которые будут тебе давать жилье, подсказывать тебе все. Они, скорее всего, появятся, опять же, только потому, что будут, люди найдутся хорошие, которые увидят, что ты стараешься, пытаешься, и найдутся люди, которые тебе смогут помогать и захотят. Ну, если это будет, опять же, не связано, там, все разговоры только о деньгах, так, я хочу заработать деньги, помоги мне заработать деньги, деньги, нет. То есть, это, скорее всего, будет только отталкивать. Вот, и на тот момент, когда я уезжал, возможно, там, около 200-250, ну, 300 долларов я там смог зарабатывать, там, в Мариуполе. Но моя первая зарплата, которую я до сих пор помню, вот в Киеве, и которую мне заплатили, у меня до сих пор лежит эта бумажка, конверт, в которой я там, в каком-то блокноте она там бежит, так сказать, я думаю, сохраню на память. Там написано 350 долларов, вот, но мне сказали, это там твоя, типа, первая зарплата, это половина, вот, посмотрим на тебя, как там пойдет, и было там 350 долларов, на которые я там купил свой, там, первый телефон, не помню, потратил, потому что такая была мне цель, мне нужно было, да, это все, что я помню про первый зарплат. Да, да, платили долларами сразу, то есть все это знают, все это помнят, да, давали просто зеленку. Вот, и, вот, да, да, КПП это был, да, был очень-очень такой тяжелый период, как оказалось, потому что, ну, в КПП, я имею в виду, когда я понял, что такое серьезное, сложная нагрузка на самом деле, и понял, почему звонили с других студий и говорили, мы тебя спасем, там, хотим спасти, потому что ставили задачи много, они были все сложные, очень много людей уходило, была ротация бешеная, брали новых, свежее мясо, 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 постоянно обучили, делали новое, но В этом, это залог успеха, так сказать, для таких студий, которые в такой сложной конкуренции пытаются выжить, и тут ты сам выбираешь, то ли это тебе подходит, ты идешь дальше, или сдаешься. Вот, я не сдался, наоборот, мне это очень нравилось, у меня еще заряд энергии был, ну, на долгие, так сказать, годы в разных студиях, не знаю, мне это очень нравится до сих пор, все эти нагрузки. Вот, и после КПП, почему ушел, честно говоря, не помню, там было много скандалов уже, связанных с тем, что брали много проектов, очень много проектов, которые уже начали делаться там некачественно, Ну, много людей издавалось, уходило, как я уже сказал, и весь костяк уже просто не мог выгребать это все. Там был и раскол из этого в студии, и все такое, в общем, я решил немножечко почилить и согласиться все-таки на одно из приглашений в другой студии, это был постмодерн. Вот, на тот момент это была развивающаяся студия, постмодерн создавался как звуковая студия, все это знают, они до сих пор, не знаю, существуют или нет. Вот, и они хотели создать видео постпродакшн, вот, они вложили кучу просто денег в то, чтобы набрать людей, платили там любые деньги для того, чтобы забрать там лучших людей, там, ну, в общем, воспользовались, так сказать, возможностью с тем, что в КПП начались там, это уже был не КПП, это уже был Визард, потому что КПП там раскололся, стал Визард отдельно, КПП отдельно. В общем, постмодерн воспользовался этой ситуацией, начал постепенно себе людей забирать. Вот, и я там ушел с целой командой, в общем, тоже это, не только мне это уже там все надоело. Вот, пришли люди, они платили там, могу сказать, то есть у меня была зарплата две тысячи с половиной, две с половиной тысячи в месяц. Это был две тысячи, там, не помню, какой-то год был, десятый, наверное, может быть, девятый. Две с половиной тысячи долларов в месяц. Да, это была очень большая и очень хорошая зарплата для композера. Может быть, максимальная зарплата, которую... Я просто, они мне говорят, там, какие ты деньги хочешь, чтобы уйти? Я просто назвал сумму, на которую они не согласятся, говорю, две с половиной тысячи долларов. Со мной команда, каждому. Они сказали, окей. У меня, кстати, был случай, я тогда работал на ментал-драйве, и с постмодерна тоже мне писали, это был 2011, по-моему, год, или даже, может, и 10, не 11, наверное, потому что постмодерна уже существовала несколько лет. Вот, и я им, по-моему, тоже то ли 2 500, то ли 2 800. Вот ты назвал цифру, и я как раз вспомнил, что про такие цифры я с ними тоже общался, и они мне отказали. То есть я, видимо... Ну, я тогда был вообще нулём, скажем так, постпродакшене. У меня был архизовский опыт, и в Менталбраве я несколько лет проработал. Вот, так они мне отказали. Такую цифру не захотели платить. Ну-ну, рассказывай. Видишь, перебор небольшой, 2,5, может быть, было бы норм. Ну, может быть, архивист им тогда не нужен был, но у меня там был багаж именно по композу, там кино, клипов, рекламу. Ну, просто там я им показал свой шурил, они сказали, что твой шурил круче, чем наш, там, типа, в 300 раз. То есть мы тут, типа, не можем даже никак ничего обсуждать. То есть мы берём, всё круто. Да, это был мой номер один, так сказать, софт. Но я там долго не задержался. Ну, там, на самом деле, не хочется никого обижать, но там бестолковый менеджмент оказался. Вот, и много людей там поуходило, не только я, там, ну, собственно, там нечего было делать. Да, они деньги платили, то есть всё нормально, но там было скучно просто. То есть, опять же, мне вопрос с деньгами не важен был, и мне важнее было делать творчество и хоть что-то делать. И мы просто решили сделать, там, свою студию. А, нет, мы ещё пошли в этот самый, Гвардию. Гвардия постпродакшн. Кстати, хочу сказать насчёт постмодерна. Ну, тогда в те годы, одиннадцатый, двенадцатый год, был хороший фундамент для такой волны, первой волны миграции в Канаду. Много моих друзей, знакомых уехали в Канаду тогда, в тот момент, тоже после постмодерна, и там остались до сих пор, работают. Я не думал об этом, никакой миграции, на самом деле. Мне пока ещё, тогда ещё всё устраивало, всё нравилось, и много неисследованного, всего интересного было. Вот, может быть, люди, которые уезжали тогда в Канаду, и они уже всё для себя поняли, мне, может, или неинтересно, или нужно было двигаться дальше. Но у меня такого не было, поэтому я не всё ещё перепробовал. Были другие постпродакшн, была Гвардия. Вот, в Гвардии было немножко интереснее. Ну, немножко другой подход, более такой домашний был, так скажем. Вот, веселее было, руководство делало много всяких активностей, ну, в общем, как-то поддерживало командный дух. Молодцы, в общем. Но на каком-то этапе, я не знаю, мы там год, наверное, проработали, вот, и опять же, там решили с моим другом, партнёром, Сашей Сухаревым, решили сделать свой постпродакшн. Вот. Страшно там было всем, ну, то есть, непонятно вообще ничего, где этих клиентов брать, этот офис, там, людей каких-то брать, всё так непонятно, ну, короче, страшно. Вот. В итоге, там, жена говорит, всё типа, бойтесь, всё будет нормально. Нашли людей, нашлись люди, которые подсказали, где какой офис, вместе там снимали. Вот. Вот, нашлись контакты, связи с разными менеджерами разных клиентов. В общем, по чуть-чуть начинали делать, там, для Leoburnet, там, ещё по чуть-чуть. И, собственно, начали увеличивать обороты. Наша студия называлась Baker Street. Начинали набивать своё портфолио. Шеврил новый свой. Набирали людей. Собственно, проработали мы 9 лет в таком режиме. Много людей, которых брали вообще с практически нулевым уровнем, но которые явно хотели научиться. Учились, уходили, когда понимали, что хотят чего-то большего. Сначала это было так странно, обидно даже, когда от тебя уходит там сотрудник, человек, уже друг, который вот взяли не кем, так сказать, ссорились. Потом стало понятно, что это совершенно обычная, нормальная практика. И сейчас понятно, что не за что было обижаться или там обвинять человека в том, что он уходит, потому что это нормальный путь. То есть тут такой же путь, как делал и я, оказалось. И на меня тоже многие там директора и обижались. И как же так, вот мы тебя там воспитали, ты уходишь. Это нормально. То есть человек должен расти, жить и дать ему возможность уйти без обид. Это дорогого стоит. То есть этому надо тоже учиться и понимать. Вот. Не важно, что там случилось, то есть отпустить этого человека и не мешать. Найдется всегда, найдется всегда там замена. И все будет хорошо в итоге, как выяснилось. Вот. Но опять же, 9 лет это большой срок в таком бешеном темпе, когда должен постоянно следить, руководить там. То есть это все очень тяжело на самом деле. И мы решили закрыть студию. Потом был год паузы там у меня, где мне вообще ничего там не хотелось делать никаких коммерческих там проектов. Был какой-то там запас денег. Вот. И я просто думал не подучить ли там какой-то софт как-то чуть-чуть изменить свой. Я работал у меня был там Fusion, After Effects и Maya. Но я в 3D старался никогда не касаться вообще ничего. То есть у меня всегда были люди, руки, там вот Саша Сухарев, который делал всегда по 3D. У нас было такое разделение там по композу, кто-то там по 3D. Все. Я с 3D практически не касался. Для меня что такое UV, там развертка, для меня это было как-то черная магия. Я вообще не понимал там толком, что куда там. Там то есть мне там пасов на рендере ли там, что такое displacement и даже толком не знал. Я серьезно говорю, то есть как это работает там. Вот и тут я остался так сказать один сам с собой с тем, что нужно понять, что дальше делать, остаться чисто композером или в 3D чуть прокачаться. Cinema для меня была таким инопланетным софтом, который мы иногда использовали для каких-то процедурных анимаций. У меня там был специальный человек Антон. Это был лучший сотрудник, друг и помощник, который у меня был в Baker Street. Просто бомба чувак оказалась так, что он и вовлек меня, подружил с Cinema и так сказать. Тогда он скорее всего выпал из CG вообще сейчас полностью, потому что я не вижу Антон. Блин, забыл фамилию. Представляешь? Ну ладно, забыл, так забыл. Да. В общем, когда нам нужно было делать что-то по симке, какие-то процедурные анимации, то он там смотрел туториал игры с и горилл, он тоже там с нуля начинал изучать, но мне не хотелось залезть, потому что у меня были паттерны из Maya, всякие ходки, понимание, как что работает, более или менее. Для меня это было, если по 3D, то я там какие-то примитивные штуки делал, и все, когда я открывал, или мне показалось, что с синими происходит, там же тегами все выстраивается, и иконки другие, все какое-то чужое, меня просто отторгало этого софта максимально. И я понял, просто когда я остался уже один, что я, наверное, все-таки переборю себя и попробую дальше с синемой, потому что я хочу быть мошен-дизайнером, не только композером, и с Майей то, что делает синема, то есть я не смогу сделать. Вот, и я там тоже начал смотреть какие-то нагрызки и гориллы уроки, это было очень больно вообще максимально, то есть у меня прям все чесалось из удела, когда я пытался что-то делать, я могу понять тех людей, которые пытаются из одной среды переключиться в новую, связанная с графикой, из одного софта в другое, самое главное не сдаваться, то есть если чувствуешь, что это потенциально важно, то есть главное себя перебороть, потому что переключаться из одного 3D софта в другой, ну не знаю, может у всех по-разному, мне это было максимально болезненно, вот, и синему я там около года, наверное, потратил, чтобы почувствовать, что это дружеский для меня софт уже, то есть ты сначала выбрал себе направление моушен дизайна, то есть ты решил, что ты будешь туда развиваться в ближайшее время, и вот под это направление я уже выбрал софт синему, да, правильно, то есть я даже на стене себе повесил бумажку с таким планом, ну я на стене обычно не висит плакатов, открываешь там какой-то эшторп сидит у него, там куча разных каких-то плакатиков, каких-то вдохновляющих на черном фоне там машин каких-то там супергероев или там я не знаю каких-то там ну я не знаю даже как это объяснить, но да, вот просто должно что-то или произойти, или возраст, или ты должен выйти на какой-то уровень творчества, чтобы окружить, начать окружать себя такими штуками, я короче не знаю, никогда в жизни ничего такого не было, то есть обычно голая стена, монитор, возможно все внимание направлено в монитор было, а не то, что вокруг него, я не знаю как это объяснить, сейчас у меня висит там только один флаг, и опять же ничего, и там записка от дочки висит на этом флаге, все, то есть у меня стена чистая, тоже, наверное, интересный какой-то диагноз, почему, то есть чувак занимается там творчеством, что-то делает, рисует, там постоянно колбасит, и у него все очень аскетично так вокруг выглядит. Наверное, очистил сознание полностью, как делают буддисты в Тибете. Как-то это, возможно, можно объяснить, но вот так вот у меня выглядит. Потом я даже забыл о чем была речь. А, насчет плана, насчет плана, да, важно, насчет плана, то есть у меня кажется был план. Я на стене на бумажке повесил так сказать блок-схему, что зачем у меня должно идти, чтобы я начал изучать синему и прокачиваться по другому софту как-то. И первое, чтобы было изучение интерфейса, потом изучение по моделингу инструментов, то есть не чтобы там хаотично в разброс как-то нормальный человек пошел бы на какие-то курсы записался правильно, там бы ему это все так сказать ментор объяснял бы, то есть он выполнял бы задание, ну все было бы наверное бы проще и быстрее. Я никогда в жизни никакие курсы может к сожалению, может быть не к сожалению, никогда не проходил, то есть мне всегда там в интернете всего хватало, так получалось. Но по этой блок-схеме я там сам себе выстроил, прошел, у меня там заняло это там около года пройти это все и я начал уже думать, может быть что-то можно уже и коммерческое делать, может быть я там уже готов, я там октан себе купил, начал пробовать крутить, изучать там шейдеры какие-то в октане, на тот момент октан был еще очень-очень какой-то год был 2015 наверное год был 2017 год прошу прощения да на тот момент что такое октан скорее всего мало кто знал и слышал вообще все знали что есть такой бипл чувак который в этом октане что-то колбасит и знаешь что бипл далеко что октана это все как-то очень далеко и странно было все там попробовали наверное какую-то там онлайн версию этого октана которая по-моему тогда уже была ну там типа да круто там реалтайм что-то работает и конец на этом все заканчивалось как в принципе наверное и у меня вот но я там видел по-моему пару роликов от Самий Сан из Китая артиста который сейчас наверное все знают что это он там делал для оппа ролики полностью отрендрены октаном в одиночку и я тогда в принципе наверное на следующий день я для себя понял что я сейчас беру там деньги и покупаю этот октан все то есть я понял что я так же хочу делать если он так может делать я тоже так буду делать то есть это для меня было точно как как день ясным стало я не знаю почему но я был уверен на 300% что я так же смогу сделать то есть если говорить про твой выбор motion design то вот эти ребята они как бы тебя вдохновили ты понял что motion октан синька благодаря этим ребятам правильно я понимаю потому что если брать 17 год там много кто в сторону гудини бежал там кто-то еще катану начали активно учить вот такие были векторы тогда помню ну да возможно не было человека или ситуации рядом которые бы мне как-то изменили или помешали бы с этим выбором ну так получилось я там сидел дома сам крутил то есть я там не особо социально общительный там чувак там и не хожу там на какие-то митинги встречи или что-то еще то есть поэтому я сам себе решил что вот эта сцепка реалтаймовый рендер движок практически реалтаймовый ладно ну потому что раньше рендерил там физико рендером синими вот и ментал рейм в этом мае то есть это все конечно перечеркивалось моментально когда ты видишь как работает октан то есть для меня стало понятным что это за этим будущее по крайней мере для меня вот и я достаточно октан наверное не самый сложный рендер движок и там все очень понятно и нужно просто пару экспериментов я там посмотрел уроки болгарского он не мостин дизайнер он скорее больше технический чувак он по-моему из Болгарии опять же забыл кого зовут забыл у него там какая-то серия по октану была с таким диким акцентом лекции просто их посмотрел все стало понятным как там там рендерить шерсть полосы там стекло металл ну все конец как там свет ставить все все понятно и начал какие-то эксперименты делать завел инстаграм там начал выкладывать какие-то картинки там для меня 10 лайков это было вообще мега топ пост кто-то обратил внимание там еще сейчас инстаграме 26 тысяч я смотрю у тебя подписчиков 26 500 да ну я сейчас не особенно занимаюсь инстаграмом то есть никогда не было цели в этом прокачать особенно просто все что было все выкладывал да люди постепенно начинали замечать прибавляться и инстаграм нарастал фолловерами обрастал вот но на данный момент вот у тебя октан остается основным рендер движком или ты уже на редшифт перешел так как редшифт купили Cinema 4 да это один из самых главных вопросов у меня в директе в инстаграме где люди постоянно присылают какие-то вопросики мне спрашивают то же самое что лучше редшифт или там октан или там еще что-то вообще то есть это вообще не имеет значения все эти границы сейчас стерты вообще нету лучше или хуже есть конкретные задачи что нужно конкретно сделать или это будет там какой-то стил фотореалистичный какой-то не анимация хотя сейчас с октана можно анимацию в принципе довольно чисто и быстро делать то есть там последние билды довольно все шум давят просто октан очень шумный но он выглядит очень жирно то есть все что туда не поместишь в эту сцену все будет выглядеть жирно то есть октан получается более фотоеалистичный чем редшифт но редшифт менее шумный и под анимацию больше ну да опять же сейчас они стараются конкурировать и у октана сейчас он хорошо давит шум что позволяет и анимацию делать и планировать себе задачи и под октан и с анимацией вот но очень часто бывает что ты хочешь сделать там стекло там какую-то жидкость естественно ты лезешь сразу там в редшифт ну потому что он сделает тебе такое прям шарп картинку прям стекло такое ты блин крутишь там пытаешься выдавить а оно получается все равно как-то плохо но не знаю то есть я там всю жизнь этим занимаюсь и каждый раз какие-то там вопросы какие-то непонятные ситуации ты открываешь октан делаешь те же самые движения и получается все красиво я не знаю как это объяснить но нужно пробовать и там и там постоянно то есть у меня эти инструменты имею ввиду рендер движки они стоят рядом я их держу рядом и в голове и не чувствую там что что-то лучше что-то хуже они просто разные то есть если современный motion artist думает что же выбирать к сожалению нужно выбирать два то есть иметь два и уметь пользоваться только не задумываясь чтобы были как минимум два этих движка то есть тут не надо там спорить там как-то обвинять там у них есть и недостатки и преимущества то есть это не даже не обсуждается для меня по крайней мере то есть это точно таковы реалии про софт у нас был блок в середине интервью давай сейчас наверное договорим то есть студии ты фриланс у тебя период начался синему ты выучил дальше начались коммерческие проекты на фрилансе да интересный момент как же начались коммерческие проекты то есть я же ну я не рассылал ни резюме там никаких никогда до сих пор так получилось что так и не пришлось никуда рассылать и первый мой коммерческий проект я там опять же начинал с того что в синеме там какие-то эксперименты в инстаграм выкладывать там люди начали интересоваться лайки там ставить какие-то ну это все на самом деле вдохновляет продолжать дальше то есть видно что есть какой-то фидбэк от от людей опять же если ты делаешь это для себя для людей чтобы сделать что-то красивое там вот видно что людям это начинает нравиться то есть появляется некий там азарт ты знаешь что у тебя в инстаграме за тобой следят Psy.op это американская компания которая рекламку делает очень известная видел они у тебя в фолловерах и Motion Designers это группа я могу рассказать про клиентов и кто следит чуть попозже там сейчас я ну не хвастаюсь ничего там сейчас все следят то есть то есть я ну можно опять же позже это затронуть не потому что я не потому что я там четкий пац то есть очень очень работают HR сейчас отделы они следят не только за мной они следят за всеми более-менее там какими-то потенциально перспективами то есть это сейчас нормально то есть если ты там что-то интересное делаешь они будут подписываться то есть у меня же там все следят то есть и Tendril ой блин и и из Apple чуть попозже могу рассказать там история там и ну все все топ студии там с фреймстором постоянно проекты делаю там ну все студии моей мечты которые там даже я там примерно не мог себе представить которые там близко могут там с ними какими-то даже проектами пересекаться я сейчас в принципе со всеми контактирую со всеми общаюсь это 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 очень интересно в общем можно чуть попозже про это я могу продолжить про первый проект первый проект поставить такой переломный момент когда опять же думаешь может оно ну не надо не стоит и вообще деньги на софт этот еще непонятный какой-то вдруг улетят ну это все дорого очень там железно чтобы на нем рендере видеокарты купил там жена дома смотрит на тебя с подозрением в этом бюджет улетает куда-то непонятно куда это инвестиция которая может сработать а может и нет вот и я себе уже на тот момент после настолько меня задолбали уже все локальные клиенты и все эти агентства и продакшены просто никакого желания с ними работать не было вообще то есть я себе дал установку что я больше с украинским с российскими никогда не работал но с украинскими и снг клиентами никогда больше работать не буду ну ну я просто знал слышал что вот иное отношение у американских у западных студий вот это звучит там странно и смешно знаешь но тогда это был первый опыт то есть много чего непонятного было и хотелось попробовать как же будет строить строится подход к проектам к делу так сказать к тебе лично на проекте когда будут и сложности какие-то или там какие-то форс-мажорные ситуации как 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 это командная работа будет вестись с западными клиентами я там пару тестов выложил а еще там xparticles себе купил то есть тоже для меня это было прыжок в какую-то дыру надо было понимать что я опять же с 3d первый мой год был очень очень болезненным и тем более там с партиклами что там я там сделал первый тест выложил вроде там интересно людям я там продолжил и сделал первый проект который сейчас на Behance звучит как долг и качественно отрендерил оформил сделал видео нашел музыку вот и в принципе все изменилось когда я уже выложил сделал там скриншот с монитора еще там когда еще рендер шел выложил там в инстаграм пылик украинский мошен дизайнер Женя пылинский мы с ним лично до сих пор так и не знакомы вот он там прокомментиров типа там жир там круто ого то есть такой крутой чувак обратил внимание то есть наверное действительно что-то интересное будет когда я трендерил выложил все стало понятным что не только ему это понравилось обратили внимание там очень много студии сразу потому что начали первый первый просто проект пришел от запрос благодаря этому допу потому что там вот работа с партиклами была которая всем многим понравилась скажем так и пришел запрос от вареал от лос студии из лос-анджелеса которая ну очень известная студия про нее еще и раньше слышал но опять же никак не думал что можно с ними работать как-то вот пришел запрос от дэвида мы с ним до сих пор общаемся то есть до сих пор поддерживаем отношения проекты это HR менеджер по рекрутингу у них там главный и могу сказать на тот момент то есть это не тайна они сказали мы хотим тебя взять на проект и day rate будет 550 долларов ну чтобы опять же было понятно какие-то цифры от чего отталкиваться на тот момент это для меня были какие-то космические деньги то есть 550 долларов в день когда ты участвуешь и делаешь какие-то крутые штуки для студии из Лос-Анджелеса то есть это был для меня какой-то выход вообще в новую галактику перелет нужно было делать дизайн какой-то для ну у них были был какой-то новый точнее не у них а для бренда Under Armour тогда еще не знал что это и в Украине никто не знал тогда не было никаких там филиалов Under Armour никаких нигде не продавали то есть это еще толком не знал кажется это очень известная как выяснилось известный бренд всемирный это это был очень престижный так сказать проект вот ну я там неделю с ними поработал сделал то что они хотели они там остались довольны я там сделал несколько стилов с помощью x-particles как раз визуализацию как там делают энергетические какие-то под тканью какие-то энергетические потоки которые отталкивают там тепло там все такое то есть визуализация вот и это был вот первый опыт как же там все происходит я вообще был просто максимально поражен что там с тобой может нормально общаться и оунер этой студии там письмо там какое-то присыл там спасибо и все такое то есть реально там на тот момент им очень все понравилось что я там сделал все быстро качественно то есть какой-то там чувак из Украины неизвестный вообще все для них это тоже был опасный опыт потому что у нас разрыв временной очень большой и они там присылают комменты со мной онлайн не могут общаться и все что я делаю это происходит для них ночью для меня днем я им отсылаю они смотрят и вот так вот передают то есть нужно угадывать постоянно что они имели ввиду потому что лично общаться не было особенно возможности вот но все получилось все круто я понял что я хочу так работать дальше опять же я никуда не отсылаю никаких резюме делаю свои проекты персональные прокачивания до сих пор на тот момент казалось что я не особо готов для того чтобы что-то делать там серьезное там или какие-то сложные проекты там для Америки то есть мне казалось что я до сих мало имел там скиллов недооценивал возможно себя что скорее всего совет не нужно делать никогда вот это возможно нужно для того чтобы толкать себя дальше но многие недооценивают себя и не выкладывают там свои работы не шерят не показывают нигде думают что это не стоит там внимания это все то есть нужно забыть все что есть всегда нужно показывать всегда найдется человек клиент или кто-то кто заинтересуется этим то есть нужно не стесняться показывать если что-то умеешь показывать всегда вот и все то есть это был первый проект после которого самое главное зацепиться то есть если нужно выйти на тот рынок то есть нужно попасть хоть кому-то на какой-то проект дальше они уже будут общаться сами дальше пойдет такое сарафанное радио это 100% так вот у меня и получилось то есть они все там HR общаются кто-то кому-то пишет у нас проект нужен человек есть ли контакт они все общаются передают то есть нет никаких там секретов никто не таит там у себя не отдам вот у нас такой чувак там только мы с ним будем работать нет тут нормально то есть с этим всем то есть проектов очень много тут постоянно приходят запросы то есть Америка огромная страна то есть тут постоянно что-то кипит жужжит там меняется нужны постоянно какие-то изменения и в плане приукрасить это творчеством каким-то то что как раз мы и умеем все то есть дальше дальше был какой-то следующий проект уже не помню для кого по-моему по-моему мил это был проект для мил там несколько дней они тоже попробовали им тоже там все понравилось вот потом нашлась нашелся фриланс продюсер который меня продвигал тоже такие варианты могут быть то есть я ему ничего не плачу он сам закладывает свое там фи в бюджет когда находит то есть их задача находить связывать студии и связывать дизайнеров вот и они накидывают свое фи в это все и собственно помогают и тем и тем то есть по сути вот эта картинка точнее 10 секундное видео с глазиком кто не знает доп который ты назвала но тебя вывела на вот этот новый уровень клиентов американских так получилось что да это наверное самый главный трюк когда ты не должен думать а о деньгах б ты должен сделать что-то красивое ну реально красивое то есть оригинальное и красивое еще желательно то есть не просто там скопировать что-то да подумать посетить проэкспериментировать пускай это будет одна работа то есть не обязательно должно быть там сто пятьсот завести себе там бихенс инстаграмчик добавить пару тегов чтобы оно стало каким-то видимым быть если хоть один человек который имеет какую-то большую аудиторию там затегивает залайкает заширит это все дальше пойдет просто атомный взрыв репостов и всего остального так это работает в современном мире и опять же наверное это никакая не тайна не секрет но так это сработало вот со мной все ты выкидываешь это в интернет и ждешь и через какое-то время придет вопрос запрос или там предложение чтобы что-то сделать подобное и для них вот и дальше если это твое то дальше тоже будет продолжаться и наращивать и скиллы и общение опыт и и все пойдет то есть не надо этого бояться и все то есть дальше после этого момента наверное можно все там пропустить что что было потому что клиенты появляются точно таким же образом как это было там там 3-4 года назад то есть я для этого ничего не делаю то есть я просто делаю какие-то персональные проекты выкладываю их почему кстати спрашиваю почему мало или нет коммерческих там проектов ты вообще что-нибудь делаешь вообще как ты живешь на бхэнси если посмотрите у меня там ну 2-3 коммерческих проекта все больше ничего нет только только свои персональные в инстаграме моем тоже там очень мало коммерческих почему так вот хороший вопрос потому что большая часть проектов находится под NDA ну да там многие там стараются договариваться там может быть можно через время выложить пожалуйста там и все такое то есть прописывают это прям в договоре там некоторые там прям сильно беспокоятся я не знаю опять же об этом не слишком переживаю ну я даже стараюсь сдерживать это звучит странно конечно но я стараюсь сдерживать напор запросов это звучит опять же очень странно запросов по проектам потому что на данный момент когда я открываю почту утром приходит 2-3 запроса ежедневно и я уже просто вот выбираю график ставлю мне сейчас забито на 4 месяца вперед проектов люди букают даже ждут просто откладывают свои там сроки дедлайны отодвигают чтобы я к ним попал я не берусь там за какие-то странные проекты со странным бюджетом опять же я отвечаю всем то есть все кто присылает я там стараюсь вежливо ответить что я там сейчас занят или просто неинтересно или что-то еще то есть я не оставляю там без внимания что чтобы там люди тоже не обижались не думали что ненадежный человек который даже не может ответить мы в дальнейшем с ним работать наверное и не будем поэтому тоже главное поддерживать связь даже если этой связи нет вот так с потенциальными клиентами потому что все опять же наверное там опыт когда я был еще сам руководителем студии то есть я был тоже на месте того человека который делал проекты и брал и был имел какую-то ответственность перед прямым клиентом и нужно всегда учитывать этот момент что ты не просто фрилансер что ты не просто какая-то спичка в коробке ты должен частью быть системы в которой ты уже сейчас участвуешь и мало ли какие могут быть времена то потенциальные клиенты даже если сейчас они неинтересны они могут быть потом нужны тоже было много таких случаев разных но на данный момент я даже и ну нет такой нет такого желания выкладывать какие-то коммерческие проекты очень часто бывает что и нечего толком выкладывать то есть клиент доволен все как бы рады результатом но мне на самом деле не не всегда нравится результат я делаю так чтобы клиент был в первую очередь счастлив то есть я могу естественно надавить давайте сделаем по-моему но не всегда хочется не то что я отдаю полностью какой-то трэш лишь бы клиенту нравилось но я бы такое не выкладывал в себе в инстаграм или не делал бы целый пост не целый проект не выкладывал бы в бихенси вот и такие какие-то более-менее интересные там да я там шарю там показываю вот но есть конкретно вот смотрю моушн-дизайнеры которые смотрят любой ценой там чтобы они сделали какое-то движение мышкой на каком-то проекте это будет все будет оформлено в мегапроект все будет показано разжевано то есть мне это как-то не знаю ну опять же я стараюсь сдерживать наоборот сейчас то есть как можно меньше я ничего не делаю делаю свои практики но даже этого достаточно сейчас вот чтобы иметь достаточно большой багаж на несколько месяцев даже вперед ну это как раз делается для того чтобы люди люди которые там начинают или где-то в середине пути они показывают миру что у них как бы есть запросы коммерческие они делают реальную коммерческую работу то есть люди как бы пытаются превознести так себе немножко вперед это знаешь как женщина которая всем хвастается что у нее есть муж или там ну в таком плане в общем ладно давай как эти женщины выглядят в итоге да 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 это другой вопрос это это выглядит отталкивающе в итоге как выясняется то есть все 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 увидят все все поймут не нужно там никому ничего немножко неправильно сказал это как парни которые хвастаются что у них есть жена ну там такие толстые бухающие правильно вот есть проекты которыми хочется да хочется там гордиться там говорят радоваться вот но пока что это свои персональные вот был интересный недавно проект это для спайдермена последнего новый холм вот imaginary forces удалось поучаствовать то есть это был тоже проект мечты можно сказать потому что всегда хотелось попасть вот в команду где даже трудно объяснить где все как мне показалось как мне казалось поднято на максимальный уровень высоты всех технических и творческих задач что в принципе так наверное и оказалось в итоге я там сделал пару шотов мы делали open titles с титрами секвенцию и они там уже под конец уже просто там я так понял уже не справлялись и дедлайн немножечко поджимали и они решили кого-то по партиклам там под 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 напрячь так сказать потому что они уже по партикам там не все выгребали вот и я там сделал imaginary forces ну это студия которая делает в принципе одна из самых топовых студий по по титрам вообще то есть все марвел они все всегда делают все эти супергероями все эти крутые там анимации открывающих титров там у них много там на сайте там очень много всего вот и я первый раз увидел как работают высшего уровня креативные креативные директора там просто каждый пиксель каждую палочку они все видят то есть любой баг любые это не просто там как работа с кино там где там уровень шума там не тот там после кейнга или что-то еще там ну там где технические все могут быть проблемы постоянно высматриваться а тут именно творческие то есть они шарят вот конкретно что нужно и как изменить они там подсказывают они они видят просто полностью все что будет в итоге я не понимаю как это вообще работает до сих пор то есть да делается там раскадровки аниматики но они как будто уже все видят как нужно сделать я нихрена не понимаю как это работает до сих пор вот но они как звали критин там у нас у нас работало два креативных директора кого хейна кама одного звали а вторая девушка забыл как зовут но они они просто они берут и нашими руками делают все что нужно это это было очень круто вот и мне удалось сделать несколько шотов тоже претензий ко мне ноль то есть всех моих там скиллов и понимания там все ситуации всех всего там хватило там довольно сильно переживал по этому поводу вот и в принципе я там в титрах есть что необычно так окей вот давай уже закончим с первым вопросом это самый сложный был момент когда как это все строилось то есть до 2012 года ты фрилансил с Украины с Киева и в 2012 году насколько я понимаю ты переехал на постоянку штата да как это случилось как получилось визу получить и давай начнем с этого никогда не было какой-то мечтой попасть в Америку но но было целью в итоге как выяснилось ну то есть я там себе не представлял никаких там радужных каких-то историй как как это может быть каких-то американская мечта нет ну то есть было понятно что тут тут наступит завтрашний день скажем так тут тут более увереннее чувствуется и и живешь но прям вот что тут будет все очень плавно и безболезненно это думал что будет там вряд ли вот но когда начал пару проектов раздела там для американцев у меня тут пару друзей переехало в штат и там начал там с ними общаться вопросы какие-то задавать просто там какие-то технические творческие там с английским у меня там было вообще все очень очень плохо вот до общения там еле-еле хватало и звонок там вживую для меня это было ну катастрофа то есть я старался всегда переключиться только на почту вот и я начал узнавать там про там жизнь в Америке там и как туда вообще можно попасть и первое что я сделал это туристическую визу которую в принципе может каждый там сделать и многим да отказывали на тот момент но если все в порядке соблюсти все правила так сказать не обманывать в своей истории зачем ты хочешь поехать в Америку чтобы ни у кого не было подозрений что ты хочешь там остаться ну для офицера это всегда будет проблема естественно но для начала туристической визы просто поехать посмотреть это сто процентов нужно чтобы понять нужна ли Америка вообще то есть если удастся поехать просто посмотреть как тут люди живут пообщаться может у каких-то знакомых пожить потому что многим может это и не подойти вообще на самом деле то есть не нужно грезить там о чем-то поехать любой ценой там а потом разочароваться и понять что это все не то вот я опять же поэтапно поставил себе цель сначала поехать посмотреть что вообще тут происходит сделал туристическую визу вот и съездил посмотрел мне тут все понравилось сначала там своего друга Сергей Егоров тоже кстати возможно кто-то знает композер вместе в этом самом в КПП работали в Визарде вот поехал к ним он живет в Чикаго уже более 10 лет он получил грин карту и по грин карте уехал сразу как только получил уже более 10 лет там живет и вот он выступил это было уже позже когда я делал другую визу он выступил как типа как поручитель сначала просто по по туристической поехал пожил у него в Чикаго буквально там месяц наверное посмотрел мне там все понравилось класс дальше у меня там есть еще друг Саша Анпилогов в Лос-Анджелесе пригласил к себе там пожить пожил у него там пару месяцев месяц-полтора по-моему ну тоже в принципе все понравилось Лос-Анджелес другая совершенно жизнь другой климат другое все вот чуть-чуть посмотрел там Лас-Вегас и в принципе на этом закончился мой микро такой трип я там сам поехал без семьи для себя я понял что мне это подходит то есть я начал думать как же добиться того чтобы там можно было жить и работать одновременно теперь потому что по туристической визе это было бы невозможно или проблемно вот один из таких простых путей для меня ну не простых точнее а реальных путей я выяснил что можно сделать себе визу один это экстра орден реабилити виза вот виза для особо одаренных или как виза для экстраординарных с людьми с экстраординарными возможностями вот которые которые выдают там выдающимся ученым писателям актерам которым так сказать открыта дорога в Америку потому что Америка может ими так сказать попользоваться довольно классный вид способ так сказать сделать приток себе полезных людей себе то есть надо Украине на вооружение себе такой тип визы тоже получить приобрести а вот CG художнику что нужно чтобы получить эту визу если брать именно нашу сферу компьютерной графики вот а тут начинается самое интересное то есть как же быть экстра выдающимся человеком который только год начал делать какие-то более-менее красивые проектики да то есть тут очень много ступенек нужно было пройти чтобы убедить офицера который будет рассматривать дело что ты экстра одаренный человек очень сложно вспомнить что же конкретно с чего начал но у меня уже был там багаж студия своя до этого в которой можно было убедить что я способный так сказать организатор каких-то компаний дальше творческую часть нужно было как-то прокачать то есть я там начинал делать свои персональные проекты которые начали там как-то даже замечать американские студии это тоже важный фактор то есть то что ты начинаешь работать с американскими или зарубежными студиями это уже ступенька в дело для этой визы вот потом нужны какие-то интервью как вот сейчас каких-то известных вот смотри вопрос касаемо американских вот ты говоришь ему я работаю с американскими компаниями он говорит докажи покажи мне что ты для них делал ну как ты ему докажешь потому что любой человек может прийти там сказать что я вот с американцами работаю с британцами с канадцами а по сути все правильно я еще забыл сказать что я начал делать визу и организовывать свой план не сам а с адвокатом то есть самостоятельно это можно сразу забыть то есть там много будет подводных камней которые просто уничтожат все все это дело и мне сразу сказали если хочешь делать такой тип визы вот ищи там средства деньги время и делай только с адвокатом я делал с Анной Ароновой это очень известный адвокат она в Нью-Йорке живет она многим помогла из CG индустрии получить такой тип визы в том числе и криворучкой получал он в принципе мне ее и подсказал вот и мы выстроили там план как все эти ступеньки пройти вот нужны были какие-то статьи какие-то интервью да и доказать как же ты делал проекты для американцев нужны статьи в прессе об этих проектах это очень интересный момент как же где же найти то есть должны быть довольно важные проекты чтобы о них даже писали вот и о всех в принципе моих проектах можно было найти информацию то есть на тот момент я насобирал очень много прессы в которой описывались эти проекты в той или иной степени то есть он смог мог тогда насобирать и это все добавлялось в кейс как оформлять кейс тоже там есть очень много нюансов то есть я не буду на тему останавливаться моментом потому что там ну просто там кейс для того чтобы отослать его для проверки это такая страница наверное там 150 наверное бумаги бумажном виде отсылается и это все должно должно говорить что ты реально экстра крутой чувак собирается информация не только о проектах собирается информация доказательная так сказать информация что ты очень важный человек в своей индустрии в своем профиле рекомендательные письма от всяких топовых студий оуноров студий от всяких различных так сказать лидеров твоей индустрии то есть я там сначала стеснялся там Зегору там написать ну Зегор там известный мой так сказать кумир а нужны именно американские рекомендации или подойдут со всего мира в том числе наши любые 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 важные люди которые которых ты очень легко проверить что они что они из твоей индустрии и что они отзываются лестно о тебе что они реально доказывают что ты топовый чувак все эти письма естественно подготавливает твой адвокат то есть у меня бы никогда в жизни не хватило времени ума как правильно составить это тем более не должны быть все разные всегда вот это очень большая работа то есть они составляют все что нужно это обратиться никто никогда не отказывал был один случай одна там очень известная дизайнер дизайнер мне вообще ничего не ответила вот все так тупо в общем все отвечают можно не стесняться писать и все только поддерживают если ты хочешь двигаться дальше делать визу и все остальное все всегда идут навстречу тем более от них ничего обычно не стоит только подпись все письма будут составляться адвокатом адвокат вопрос да сколько стоит адвокат ну конкретно о сумме о цифрах сколько же обойдется денег чтобы получить вот такого типа визу на тот момент на тот момент не только работа адвоката но и все фи заплатить для официальные налоги так сказать при подаче всех этих петиций и всего остального обошлось мне в 10 тысяч долларов то есть тут тоже нужно понять готовы ли вы на этот момент сделать такую визу и выделить это не это не выделение денег это на самом деле просто инвестиция лишь покупают недвижимость и не считают что это как-то странно инвестируя в нее вот но это инвести это инвестиция если есть уверенность что ты сможешь все будет хорошо то это инвестиция то есть все получится то есть все эти адвокаты которые берутся за то чтобы получить эту визу обычно у всех все доведут дело до конца то есть есть очень много трюков способов ты получишь эту визу то есть что пудово то есть сколько бы времени там не прошло собирать этот материал там все данные о себе там этих работах делать эти работы пройдет какое-то время у меня это заняло там полтора года наверное чтобы я получил эту визу это было ну реально долго это было очень долго даже даже чтобы дождаться когда там подпишут то письмо то есть ты там отдаешь они могут там через месяц подписывать но подписывают кто-то забыл кто-то еще что-то там то есть это реально все изнуряет ну все все обычно получается в общем можно пролистать всю эту историю с получением визы все то есть я получил все хорошо ты приходишь в посольство тебе ставят печать все твои вся твоя семья которая с тобой все автоматически получают такой же такой же тип визы только у тебя один у них о3 все что они могут это с тобой ехать но не могут там работать условно вот они они сразу получают визу микрособеседование все проходят там все у всех есть визы все могут ехать без проблем работать что в принципе вот мы и сделали если еще по визе какие-то вопросы вот есть сразу вот на скидку тоже сказать чтобы мы не переходили на другую тему ну у меня вопросов по визе нет собственно может там в комментариях будут когда мы выложим на youtube на видео там посмотрим ну да эти вопросы в любом случае решаются с адвокатом и самостоятельно никто туда не лезет из тех людей которые серьезно настроены на выезд сша сейчас стоит дороже кстати сейчас стоит дороже кстати уже и у меня есть еще несколько вариантов по другим адвокатам которые тоже быстро все делают и появились очень много вариантов как это вообще делается на тот момент это было очень странно и очень непонятно теперь все понятно ну отлично а вот рассматривал ли ты варианты Британию Канаду в Лондоне например тоже много работы для моушен дизайнеров Канада вообще уже превращается центром мира компьютерной графики никогда вообще то есть вот ни Европу ни Канаду ни Британию никогда даже не думал даже не знаю почему ну во-первых почему я вообще решил вот из Украины уехать ну не только там из-за клиентов и изменения что-то в жизни на тот момент так как у меня вот есть ребенок семья то есть я не видел не чувствовал что в Украине безопасно это теперь понятно почему потому что и война начиналась сейчас она продолжилась и серьезная коррупция была на тот момент то есть я решил найти страну где я буду чувствовать завтрашний день ну на сто процентов то есть для меня это был самый главный фактор то есть я там мог деньги зарабатывать и у меня там жилье было свое то есть и все все было отлично в Украине кроме уверенности в завтрашнем дне поэтому я хотел изменить страну которая бы мне давала эту уверенность в которой я чувствовал бы безопасность свою и нравился бы климат Британия мне никогда не было понятно в плане климата там очень дорого все очень дождливо очень пасмурно ну на самом деле может быть съезжу когда-нибудь посмотрю там в качестве туриста но жить там и работать это на миллион процентов я то есть никогда не соглашусь даже ни при каких условиях это звучит опять же странно не нужно ко мне прислушиваться там или как-то там как-то всерьез воспринимать возможно то есть это личное ощущение каждого человека скорее всего то есть я ну в общем Британия отсеклась моментально Канада тоже вот этот сезон зимы когда лютый холод то есть мне тоже не нужен то есть я наверное в прошлой жизни там где-то в Африке наверное жил потому что мне никогда непонятен был снег холод и как оказалось можно жить без этого без этих сезонов вот почему мне понравился Лос-Анджелес это тем что там нет зимы оказывается можно жить без холода да там прохладно зимой все-таки но дожди идут но но мне мой друг рассказал что так я уже там четвертый год без снега и мне в голове так что-то перещелкнулось оказывается так можно без снега и да Канада там какой-то центр индустрии но мне не нужен центр индустрии опять же как оказалось находясь вот здесь во Флориде где совершенно нету центра никакого CG вообще то есть мне все клиенты там созваниваются ты где там я там во Флориде первый вопрос типа а почему клиенты из Америки но почему и не в Майами там это не центр я живу в Буакаратоне вообще то есть это вообще никакой не центр мы живем в современном мире и это звучит опять же странно но спасибо ковиду и всей этой страшной ситуации которая случилась которая изменила мировоззрение и подход к проектам во всех этих огромных студиях что оказывается не нужно быть в центре офиса и сидеть там возле на коленях у арт-директора чтобы делать какие-то проекты можно оказывается найти способы и довольно эффективные инструменты чтобы делать это все удаленно что в принципе сейчас и происходит и я этим отлично пользуюсь вот и нет я не хочу я не хочу сидеть в офисе мне нужен этот центр опять же если кому-то это нравится кто-то хочет социализации такой кто-то хочет находиться в окружении обязательном окружении вот людей то опять же ко мне можно в этом плане не подстраиваться не прислушиваться то есть личное мнение каждого как должно быть но я захотел быть просто фрилансером на удаленке то есть это сейчас моя формула и не знаю то есть правильно это или нет но на данный момент это только только так работает для меня и в моем понимании что же что же будет дальше вот поэтому вот так в целом да весь мир переходит потихоньку в онлайн и не обязательно сидеть это разве что в наших подсоветских странах столица страны это то место где есть работа по крайней мере раньше так было а сейчас уже даже если говорить про Украину и остальные страны все равно потихоньку все переходит в онлайн вот можно фрилансить с любой точки мира лишь бы интернет был нормальный да но опять же многие люди и многие компании все равно стремятся к офису и в офис будут затягивать предлагать очень многие очень многими способами вернуть людей обратно это будет сто процентов и сейчас уже есть такие попытки вот но в моем случае скорее всего это не сработает мне настолько комфортно и я настолько эффективен вот в таком вот режиме как сейчас что я знаю я просто я работал в офисах может быть если люди которые не знают с чем столкнуться тогда ну естественно не должны пройти способ чтобы пройти этот путь точнее чтобы понять нужно им работать на фрилансе или им нужен только офис где над ними будут стоять люди которые будут их так сказать координировать поправлять вот но мне сейчас очень комфортно на данный момент ничего не хочу менять учитывая что учитывая что я сейчас делаю одновременно 3-4 проекта сложных ну и мне это не доставляет никакого дискомфорта то есть я держу все у себя в голове железо мне позволяет у меня нет никакого отдельного офиса я сижу дома одеваю наушники и все я включаюсь в процесс когда мне нужно отключиться я могу выйти я могу ни у кого не спрашивать я там все что хочу делать я там сел поехал по набережной подумал в это время о чем-то переключился переехал дальше что-то делать никому никогда ничего не отчитываясь не рассказываю по-моему это круто да согласен полностью с тобой я сейчас то же самое делаю только в Киеве у нас это тоже своя набережная да хорошо думать когда ты свободен когда есть энергия и вот эта мысль творческая можно быстро сесть это может быть ночью прийти воплотить это все в жизнь там шотик какой-то доделать может утром может днем когда не хочется работать пошел погулял на пляже посидел в зал сходил видишь у тебя это просто получается потому что у тебя скорее всего есть практика опыт уже видение если давать советы людям которые начинают это будет для них возможно смертельный совет потому что если они начнут себя свободно вести и думая что они знаешь смогут быть менеджером самих себя то очень 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 скоро это может привести к тому что или они будут набирать очень много проектов чтобы заработать денег но не справляться с ними где будет ну захлестнет куча волна проблем или технических или творческих это уже путь профессионала с большим багажом опыта только так к этому можно прийти да полностью согласен то есть большинство людей наверное процентов 95-99 им нужен все-таки босс который будет их загонять в офис с 9 до 6 чтобы они там работали чтобы они там дисциплину какую-то выработали умели отвечать за свои обещания слова чтобы их вот этому научили потому что я тоже в 6 офисах работал и очень много людей ну практически наверное все которые сидят в офисах они просто не могут зарабатывать иным путем то есть если они там выходят если их увольняют в Киеве в Украине в СНГ очень часто людей увольняют у меня даже знакомых сейчас им 35-40 лет их увольняют и у них прям такой стресс их аж 300 типа что я буду делать куда мне идти в какую новую студию идти я говорю пробуй учись работать на себя все равно через 5 лет через 7 лет когда тебе будет 50-45 в офис ты уже не вернешься учись пробуй на себя работать там стоки какие-то хотя бы а не мне все равно нужен офис то есть очень сложно человека даже вытолкнуть на другой уровень мышления ну и с другой стороны уже с большой вероятностью у них там ничего не получится то есть большинство людей к сожалению ничего не получится и поэтому как раз Канада допустим если брать украинцев нам сейчас в Канаду очень упростили выезд даже для получения рабочей визы очень просто все со штатами не знаю как там чуть-чуть посложнее то есть в Канаде много офисов и могут ребята туда ехать если они хотят именно в офисах работать на компанию то проще наверное Канада это идеальный сейчас шанс такой так он там Тендрил зовет сейчас украинцев Тендрил Motion Design студия канадская одна из самых лучших нет в Канаде в Канаде в Канаде да да слышал там к украинцам очень хорошо относятся открыты и британцы в том числе то есть это такие страны которые нам больше всего помогают Польша даже Прибалтикам Штаты как могут помогают но там уже я так понимаю и своих мексиканцев там хватает наверное не могу рассказать как вот дела обстоят по фрилансу в Америке в плане того что люди переживают тут типа своих хватает нет тут вообще не хватает людей если что американцы они ну я имею ввиду коренные американцы которые тут давно живут которые тут семьи имеются которые не недавно приехали они довольно ленивые ребята и я работал в одной студии именно в офисе на проекте так получилось что они попросили конкретно в студии месяц буквально вот это было это был очень интересный опыт вообще потому потому что все настолько расслаблены расслаблены так себя ведут на миду в плане мошен дизайнеры что я старался сдерживать себя чтобы не опередить не делать больше чем они чтобы они сделать всю работу в студии самостоятельно они мне сами говорят да Саша пошли там чай попьем ты успокойся ты там не надо так быстро делать нам сейчас митинг будет там еще там ланч там пыры-пыры это было для гугла если что понимаешь это важный клиент был это было для кстати это заставка гугл стадия которая ну просто открывающая заставка когда у тебя такие лучи стадия и логотип рисуется стадия типа онлайн сервис игровой который они собирались продвигать вот эти вот лучи я делал короче вот опять же типа крутой клиент выкладываете эти лучи куда-то или нет многие из тех чуваков с которыми работали все выложили я не знаю мне кажется какая-то херня но я их не выкладывал никуда их делали эти лучи делали и в синими и в гудине и они в итоге выглядели тупо одинаково все но бюджет был огромный и поэтому и дедлайны были большие им нужно было растянуть наверное максимально чтобы дать возможность ощутить клиенту важность этого всего процесса возможно я не знаю почему так долго но мы это делали так вяло и я очень удивился этому подходу очень крутая студия в которой я работал не буду называть как она называлась вот в Лос-Анджелесе кстати и поэтому когда они увидели как я работаю менеджеры там продюсеры это видят что я делаю они ну говорят Саша нормально типа продолжай а чуваки наоборот меня сдерживали то есть я уже старался ни с кем не ссориться ну реально старался как-то чуть попроще себя там вести вот но мне уже начали там с других департаментов приходить и говорить о Саша у нас там сейчас нужно сделать там тест можешь помочь там еще хотя знают что я на другом проекте я вообще без проблем ну то есть для меня там понятно как быстро это сделать я там помог и я просто вижу как как подход офисный в студиях там то ли я так сильно разогнался то ли у меня скиллы там более круче чем у них на тот момент но я работал с довольно крутыми машин артистами не буду тоже называть там как их зовут один чувак просто не пришел в один день на проект хотя у него он забронирован был все он написал об этом что не пришел не продюсеру там а нашему там коллеге говорит слушай я ну в таком духе я больше не буду на этом проекте работать я устал типа мне он надоел он реально надоедливый проект он просто вот так взял и поступил ну вот я бы себе в жизни даже мысленно даже не мог себе представить что так можно сделать а у них это вот так поэтому если ты делаешь все быстро красиво и общаешься там с руководством с менеджерами с продюсерами то есть ты ну ты выглядишь как уверенный сотрудник даже на удаленке это всегда будет цениться не знаю кстати вот в Украине я точно так же себя вел но это как-то не сильно ценилось в Украине ценится клиент такой вот подход но здесь вот в Штатах клиент конечно важен но если ты важное звено на проекте если ты участвуешь возможно ты будешь даже ценнее чем клиент потому что тут с клиентами проблем нет вообще тут очень много работы все эти бренды Adidas Nike ты говоришь именно про моушен сферу или в целом про компьютерную графику то есть постпродакшн для кино сериалов музыкальные клипы там архвиз рекламы все тут всего много тут просто тут просто кишит проектами рук тут не хватает это сто процентов то есть ответственных грамотных и скиловых специалистов тут не хватает а их не всегда всегда не будет хватать потому что это очень тяжело то есть выйти на такой уровень самоорганизации и и техническая и творческая составляющая чтобы это одновременно в одном человеке было это реально очень тяжело поэтому это ценится здесь это точно вот ну я это ощущаю и ощутил сразу вот поэтому все что нужно это двигаться дальше все будет нормально да согласен я с этим тоже столкнулся когда в финской работал компанией у меня был короткий нужно было тоже к ним съездить в офис на короткий контракт на месяц вот и у них тоже самое такой расслабленный стиль работы плюс у них они меня на дедлайн вызвали там был проект для Rolls-Royce 7-минутное видео и у них дедлайн сдача проекта там буквально уже вот-вот они приходят на час позже и уходят на час позже времени и у них час обеда вот это именно час когда их просто выгоняют с офиса то есть чуть ли не продюсеры выгоняют людей с офиса я вот думал что это из-за климата знаешь у них там плохой климат в Финляндии и людей как бы стимулируют вот такими очень мягкими условиями работайте тут ничего сложного нет приезжайте к нам чтобы я это увидел посмотрел и я думал что именно такая знаешь тема в странах с плохим климатом там в Британии в Финляндии там в Швеции оказывается ну в любых развитых странах мне вот что так сейчас кажется тем более в Штатах хорошо относятся к специалистам и рассчитывают на двусрочное сотрудничество с ними ну в принципе да тут решает рынок когда клиентов много хороших ответственных специалистов мало то в принципе баланс понятен да так касаемо еще добьем этот вопрос аренда недвижимости можешь в двух словах рассказать потому что это скорее всего будет самые большие расходы для украинцев у вас свой дом или вы снимаете как у вас мы живем тут только год и естественно мы купить недвижимость не не то что не смогли бы не нужно сейчас потому что в Америке очень важен кредит скор с помощью которого можно покупать все дорогие вещи и недвижимость дешевле будет просто меньше процент и за кредит имею ввиду вот и сейчас да мы живем в комьюнити арендуем мы сейчас платим 2400 подняли сейчас немного 2600 по-моему вот это это город Бокаратон его называют еще город город миллионеров потому что тут типа все дорого но можно естественно найти другие города в Америке где не будет так дорого выбор Бокаратона в данном случае у нас был связан с учебными заведениями опять же у всех все по разному разной ситуации опять же можно не отталкиваться от моего опыта но вот мы там ориентировались на учебные заведения на школы чтобы был хороший рейтинг чтобы были там районы спокойные чтобы была инфраструктура вот Бокаратон хоть и называют там город миллионеров тут действительно люди ездят на там таких машинах которые я тут только в кино видел вот и у каждого тут яхты и все очень-очень-очень жирно вот но тем не менее можно найти ну мы приезжали год назад тогда еще недвижимость чуть-чуть дешевле была поэтому 2400 там или 600 это сейчас очень недорого считается вот смотря в каком штате собираетесь там если ехать переезжать можно выбирать смотреть жилье можно намного дешевле естественно найти почему вот кстати Флорида и почему бы я рекомендовал Флориду и почему мы остановились тут когда вот уже решили ехать просто я до того как был первый раз точнее когда первый раз в Америке я же в Флориде не был то есть я был там в Чикаго в Лос-Анджелесе там в Лас-Вегас там посмотрел Флорида то есть для меня неизвестно было то есть опять же куча слухов разных историй Флорида что там насекомые размером там со слонов летают там крокодилы в дворах в песочницах лазят и все такое довольно как-то пока не побываешь вроде как довольно странно туда перемещаться и мне не было ни знакомых тут ни друзей там ничего вот и мы решили вот с женой еще попробовать съездить там на месяц посмотреть что такое Флорида все-таки чтобы не так все страшно было и прилетели в аэропорту Майами сразу ощутили климат другой потому что влажный теплый воздух нигде наверное в Америке такого больше нет потому что тут такие субтропики прям тропики чувствуются сразу и тоже не всем подойдет вот но опять же мне нравится тепло мне нравится такая жара то есть чистый воздух пусть и влажный не проблема вот и я там что-то в инстаграме начал фотки естественно там сторизы бомбить что вот Флорида класс действительно все так круто как же этим не поделиться мне пишет личку подписчик мой Ильгар сейчас мы с ним друзья пишет что привет типа ты что в Майами давай встретимся вот я встретился с Ильгаром он мне в принципе объяснил он жил в разных штатах он и в Нью-Йорке там жил и там по-моему в Чикаго и в Калифорнии и он объяснил почему он сейчас в Майами в принципе вот после общения с ним я для себя мы для себя поняли что нам наверное не стоит дальше это пробовать мы хотели там Афтихас посмотреть дешевле вроде бы все почему Флорида я бы рекомендовалось подумать и планировать в штаты почему поехать во Флорид да это там не CG Хаб пока что вот но здесь намного проще налоги законы немного проще как в Калифорнии то есть там все намного жестче на дороге будет отношение с полицией ты забыл включить сигнал поворота случайно если вдруг все это сразу будет остановка штраф там очень очень жестко нельзя сказать что в Флориде тут вообще все безответственные водители и полиция не поискуют здесь все то же самое но проще то есть это середина это баланс я считаю по налогам которые придется обязательно платить и сталкиваться и с законом и это все будет влиять на комфорт и проживание и нахождение здесь вот здесь скопление со всего мира людей очень много испаноговорящих испанский здесь язык номер один общение не английский даже то есть очень много людей на улицах не поймут ничего если на английском будете говорить вот но тем не менее это возможности это чуть еще один язык будет потом здесь климат летом жарко но здесь есть океан здесь есть влажность здесь есть возможность охладиться здесь есть возможность здесь зеленое здесь постоянно возможность укрыться в тень здесь не Техас где там точно такая же жда но там все очень сухо и не то что нет зелени а там меньше намного вот здесь есть очень хорошая школа с высоким рейтингом и здесь большие пространства здесь в сравнении с той же Калифорнией есть очень большие пространства просто для домов для недвижимости для парковок для всего здесь очень размазано по поверхности это прям чувствуется и вот поэтому поэтому мы тут остановились просто взяли несколько чемоданов все оставили там закрыли квартиру и переехали сюда заплатили там за год вперед коммунал просто на год попробовать для начала не было никакого плана остаться здесь на всю жизнь мы не продавали там квартиру просто взялись чемоданом и переехали сюда в Канель вот и сейчас прошел год и нам уже более-менее понятно оставаться тут или нет вообще или что будет дальше но так как у нас сейчас война в стране этот вопрос продлевается еще больше и дольше то есть мы не достаемся скорее всего на долг вот по аренде это средняя цена по штатам по ну по имею ввиду по нахождению в хорошем районе с хорошими школами то есть 2,5 тысячи долларов это нормальная цена то есть в Калифорнии за те же деньги можно снять просто однокомнатную какую-то будку и не сравнимо то есть а на самом деле иметь по окружению по инфраструктуре все то же самое или даже намного круче но если опять же нужен хаб сиджи какой-то с индустрией и окружение там студии чтобы были рядом постоянно туда там Лос-Анджелес или Канада естественно нужна будет вот если выстроить удаленку для себя как способ работы без офиса то это различный штат рекомендуем без всякого страха можно переезжать искать для себя квартиру то есть ты планируешь что-то остаться я так понял надолго да мы уже на год продлили аренду там место где мы живем вообще все полностью устраивает ну я радуюсь просто каждый день мне нравится контакт с птицами с животными с природой это возможно еще и позволяет находиться в каком-то позитиве чтобы делать красоту если если есть желание делать красоту не работать на заводе и крутить гайки если я в Житомирской области прятался от таких жестких боевых действий когда в Киеве все началось 26 февраля мы выехали и я там делал два еще коммерческих проекта ну один проект перед войной начал другой во время войны взял и ночью мы спим и нам 4 часа прилетают в этот городок ракеты военную часть 5 ракет естественно мы там подорвались короче вся ночь на адреналине и утром я просыпаюсь и такая еще пачка комментов прилетает от моего клиента и я понял вот насколько контрастно работать в хорошей приятной среде или хотя бы нейтральной среде я не говорю там про солнце птицы где тебе все люди улыбаются а хотя бы нейтрально чтобы тебя никто не трогал и насколько сложно работать в какой-то такой стрессовой немножко даже ну то был очень у меня стрессовая ночь наверное самая жесткая наверное за всю жизнь что я пережил я вот понял насколько хорошо вот когда вокруг вот то что ты говоришь там люди улыбаются солнце птицы животные можно выйти порелаксировать там отдохнуть днем подумать о проекте найти какое-то решение о проекте то есть это где-то процентов наверное 50-60 может и больше что ты сделаешь работу круто вовремя ни с кем не поссоришься вот я это очень очень почувствовал за этот период и вот с того момента я решил до конца войны никаких коммерческих проектов уже не брать чисто чтобы не ну не поссориться с постоянными клиентами вот и чтобы сохранить так ну отдохнуть немного тоже наверное от работы вот да все правильно у меня кстати клиенты спрашивают там ну многие знают что я там из Украины кто-то не знает там слушай так царь типа ты типа откуда я говорю из Украины у них там леса сразу меняются я еще и там родился в Мариуполе и у них видно что в глазах вот мнение такое а стоит ли вообще типа начинать или продолжать проект потому что ну все понимают в каком стрессе находятся люди которые связаны или живут или вообще имеют родственников в Украине которые вот сейчас конкретно нужны сейчас на проект я просто сразу вижу эту реакцию я сразу говорю типа ребята типа все будет хорошо то есть я реально ну отвечаю за проект все нормально то есть я понимаю ваше возможно недоумение или типа страх то есть ну сразу нужно улавливать эти нотки вот и все нормально то есть да мы вывезли своих из Мариуполя кого смогли и были и стрессовые ситуации даже находясь не там естественно то есть все это повлияло на всех украинцев везде даже которые не находятся конкретно в Украине это повлияло на всю планету на кого-то больше на кого-то меньше но так как если позиционировать себя как профессионал своего дела тем более на фрилансе тем более на удаленке то эти проблемы интересуют конечно же клиентов но мало когда их будут душить там клиенты за то что что-то не так будет сделано поэтому естественно нужно или не брать проект или если берешь то уже делать хорошо ну да люди делали они всегда ответственны за результат вот поэтому просто будет сложнее закончить проект да и все вот я к этому к этому говорил ладно будем продолжать наш насчет английского языка вот как ты как-то его прокачивал перед выездом или все оставил как есть вот и как в штатах вот ты прилетел и тебе пришлось общаться там с людьми то есть почувствовал какой-то нехватку английского или все было нормально я до сих пор чувствую но но нужно понять что это мало кого будет интересовать на проект и все неправильно сказанные слова неправильно орфографически имеют там как-то неправильное произношение какое-то или там акцент это все мало кого волнует по крайней мере в мире потому что тут страна иммигрантов тут очень многие акцентами говорят кто-то из Мексики кто-то из Европы приехал кто-то еще кто-то лучше кто-то хуже так что нужно преодолеть свой страх или неуверенность какую-то естественно нужно как-то постоянно следить прокачивать изучать английский чтобы было все быстрее и проще в общении потому что это опять же ускорит процесс одна студия конкретно мне написала точнее моим продюсером что у Саши был плохой английский мы с фреймстором работали и все проект хорошо закончился но они сделали ей но замечание иногда мы не совсем быстро понимали Сашу скажите ему об этом она мне переслала это письмо я знаю я стараюсь но уже страх пропал когда мы общаемся вживую я уже сам могу сказать клиенту давайте сделаем быстро звонок я не хочу писать письмо давайте созвонимся раньше там еще пару лет назад мне не могло быть голого пути чтобы позвонить и пообщаться с ними вживую для меня это было просто животный страх максимальный уровень страха общения вживую просто когда я попал в Америку чтобы было понятно насколько все было хреново когда я первый раз попал в Америку и я вот жил у друга в Чикаго он мне дал ключи от квартиры чтобы не жить у него дома у него была вторая квартира он мне дал эти ключи квартиру далеко довольно от него и мне нужно было там в магазин условно выйти там еды купить что-то еще я себя просто заставлял так блин надо выйти в магазин нет ты не боишься все нормально реально было тупо страшно вступить в контакт в магазине с продавцом он что-то говорит вообще можно просто спросить ваш номер телефона для того чтобы скидка была если нет регистрации в магазине это у них нормальная практика спросить номер телефона чтобы зарегистрировать и дальше если ты не ходишь была бы какая-то скидочка а я типа вообще дико брыжок меня что-то спросил а я типа могу и не понять как обручка не выглядит так знаешь и я там все-таки так все надо выйти в магазин пошел и да в этом случается коллапс такой я там взял какое-то молоко и выйди в магазин увидел что пакет протекает два варианта оставить его как есть или вернуться поменять поменять означает наступить с ними в контакт то есть чтобы понять на какой у меня был плохой английский вот я там борю страх объясняю на меня оборачивается как мне кажется полмагазина и смотрит на меня наверное так не было мне казалось что на меня весь магазин смотрит и ты там пытаешься лить вот я там пытаюсь понять что оказывается мне можно просто оставить это молоко взять новое пойти без всяких проблем я там весь потный выхожу из магазина и вот по таким вот мелким даже вот таким вот ты постепенно привыкаешь к этому то есть опять же не надо сильно этого бояться войти в контакте в проекте в быту там где-то в магазине просто он сам по себе начинает с каждым днем улучшаться да если ходить на курсы какие-то что-то еще это пойдет быстрее нет времени на курсы английского поэтому мой путь просто прямого контакта общения и сейчас я 50% понимают все что мне говорят что для меня было 2 года назад это было условно 5% я не шучу То есть я пытался связать какие-то слова, что мне говорят, если вживую там происходит контакт, писал письма я там всегда без переводчика, но именно проблема услышать, что тебе говорят, потому что, ну, это проблема у многих, даже у людей, которые на Инязе учились в Украине, в Киеве, и которые приезжают в Америку, особенно в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, там у них свой американский язык, не английский, а именно американский, потому что все, что тебе говорят, у друга жена на Инязе училась, она говорит, я был уверен на 100%, что у меня будет все хорошо, она приехала, она просто в шоке была, не понимаю, что мне говорят, вот, поэтому нужно чуть-чуть пожить, вот в Америке, в Британии там свой язык, тут свой язык, и сейчас я понимаю, в принципе, там процентов 90, что мне говорят, иногда там выпадают какие-то слова, но это быстро там связывается с вспомогательными окружающими словами, которые произносятся, то есть, в принципе, я сейчас на уровне, когда я не чувствую никаких сложностей в этом плане, и сейчас для меня это не стоит каким-то ступором в общении, но лучше, конечно, по такому пути, как я в плане английского не идти, а пройти, потратить, да, инвестировать деньги в изучение языка там в Украине, и чувствовать себя намного свободнее уже в этом плане, вот. Да, полностью согласен, то есть, сейчас украинским ребятам совет, подучите немножко язык, хотя бы, чтобы понимание наполовину, хотя бы 50% было, возможность говорить хотя бы 2-3 предложения, которых по 2-3 слова тоже будет достаточно, чтобы тебя понимали, и не такой стрессовый переход был, вот, потому что... Важно понимать еще, не только говорить, а даже понимать, потому что сказать-то даже многие смогут, там, с акцентом, все такое, но самая-самая большая проблема для меня это понимание, даже... Ну, многие, я сейчас знаю, много английских слов, ну, то есть, смогут объяснить хоть как-то, но именно услышать... Ну, то, что люди смотрят без перевода, фильмы какие-нибудь, а с перевод и любой фильм включить, вот так вот говорят в Америке люди. Так что, когда вы начнете понимать фильмы, вы начнете понимать и то, что здесь люди говорят в быту, вот так вот, не постановочным языком, как на каких-нибудь лекциях, а вот именно, когда на проекте несется просто... Еще сидит там человек двадцать на митинге просто, как это вот было там на Спайдермене, и просто несется такой там сленгом каким-то, каким-то трэшем непонятным, какие-то слова, и там нужно все участвовать и предлагать что-то, и отвечать на этот вопрос, если тебя там спрашивают... Вот это вот максимальный уровень жести, конечно. То есть, английский нужно учить приблизительно так же, как и ты учишь какой-то новый софт, новую технологию, на таком же плюс-минус столько внимания им определять. Обязательно. Так, давай плавно на NFT перейдем. Там была у тебя история, я читал... Это будет быстро. Да, давай. Давай. То есть, что удалось продать, на каких площадках, и давай с этого начнем. Все, началось год-полтора назад, когда там, то есть, стартануло... Ну, естественно, NFT, это уже давно придуманная схема, как продавать... Там, не знаю, много, все что угодно можно продать в виде цифрового кода, скажем так. Давай, наверное, коротко расскажи, пожалуйста, что такое NFT, потому что, думаю, половина до сих пор не знает, что это такое и как на этом зарабатывать. NFT это способ запечь в цифровом виде, в виде незаменяемого токена, как это правильно технически называется, в виде цифровой, так сказать, печати в блокчейне, в сети. Увлекалечить его в виде просто цифр и возможности, если это вещь какая-то уникальная, которая запечатана новоборностью продать коллекционерам, которые могут увидеть в этом потенциальный интерес. И это интересно, как и любая технология. То есть, есть интернет-сайты, где ты выкладываешь, где доступ получают по инвайтам, по запросам, где ты выкладываешь свои работы, их кто-то покупает и там остается твоя цифровая подпись, скажем так. Да, есть. Просто очень много сейчас уже получило, так сказать, огласку этой технологии. Сейчас очень много сайтов, которые предлагают разместить у себя, с их помощью. Точнее, не у себя, а с их помощью. В том же дело, что они не выступают как хранилищем. Хранилище это блокчейн, то есть независимая система, в которой будет храниться этот код. Но сайты зарабатывают на этом, которые помогают разместить твою работу, твой код в сети. За это они получают деньги. Ну процент. Интересуют проценты, да, за это размещение. Чтобы сделать важность, сделать больше этих сайтов, они сделали ограниченный доступ к этим сайтам и распространяют при помощи инвайта. Или при помощи кураторских схем, которые кураторы выбирают, когда кураторы выбирают и оценивают важность претендента, чтобы быть участником этого сайта. Что подстегнуло бешеную конкуренцию, создают новые сайты и со стороны артистов ажиотаж бешеный, естественно, участвовать и быть на страницах этих сайтах. Все. Почему это не произошло 10 лет назад или 5 лет назад, когда интернет уже был, технически это, в принципе, возможно было тоже. И тогда оно уже начиналось и система блокчейнов и биткоина уже очень давно известна. Почему это произошло год или полтора назад. С моей точки зрения, опять же, сейчас очень много анализируют и все знают, когда это началось и думают, когда это закончится. Но для меня, в моем понимании, стартовым, так сказать, импульсом, был момент, когда Иван Маск инвестировал миллиард долларов в биткоин, о чем он удивил публично. И все инвесторы и люди, которые были далеки от этого и, может быть, даже и не слышали слова биткоин, сразу об этом услышали и узнали. И подумали, вот, если Иван Маск инвестирует миллиард долларов в биткоин, значит, мы хотим тоже на этом заработать. Да, с того момента и биток начал сильно расти. Он, по-моему, с 15 тысяч за биткоин дорос до 60 и сейчас уже идет спад. Именно так. И все технологии, которые были связаны с этим процессом, точно так же начали приобретать важность и просто, ну, важность максимальную лизу. Это люди, которые далеки от творчества, естественно, хотели заработать на этом, почему бы и нет. То есть, в принципе, это нормально, наверное, да? Зарабатывать, если есть такая возможность, если это не грозит жизни или не травмирует никого физически, то есть ты можешь найти схему, как заработать вперед. Вот, но это вызвало, по крайней мере, мне кажется, очень нездоровый интерес со стороны творческой части людей. То есть, начали генерироваться картинки, видосики просто с лютой, бешеной скоростью, неважно качество, какое там этого всего. Самое главное было пробиться на эти сайты, которые размещают и помогают продавать. Очень стало важным коммерческая составляющая, не творческая уже, далеко. Ну, все об этом, наверное, знают и видят эти работы, которые стоят бешеных денег, цифровых денег, поправочка цифровых денег. Почему-то все пишут в долларах, сколько это стоит, когда оценивают. Но, на самом деле, это же цифровые деньги. То есть, за них-то не платят доллары. Их покупают за цифровые деньги. Окей. Потом все узнали, весь мир узнал, кто такой Бипл. Сначала знали те люди, которые смотрели его там, следили за его творчеством, неистовым, ежедневным. Я тоже с ним познакомился в Лос-Анджелесе. Но это был одним из моих кумиров. Ну, я просто уделялся его мегаэнергичности и продуктивности. Продуктивно. Мне всегда нравилось то, что он делает, но нравилось его просто запал. То есть, это реально энтузиаст. И все, что он делает, это делает во имя творчества, какое бы оно ни было. Не денег, это точно. И потом все начало приобретать очень серьезную коммерческую линию в начале этого всего бума. Я просто лично знаю людей, которые общались конкретно с Биплом. И они хотели сделать там клип для дельфина, по-моему, певца. И идея должна была быть везде, там, в графике построенной на графике Бипла. Ну, почему Бипла? Потому что у него очень много генированного контента, где там какие-то люди, персонажи, локации, все в большом количестве. А у них идея клипа была просто. Просто валево такое сделать огромное из графики и для этого построить там сюжет. И они просто написали письмо. Слушай, чувак, можешь нам продать или отдать там свои проекты? Вот мы их для клипа будем использовать. Он говорит, да, вообще без проблем. Он говорит, я бы вам отдал. Он говорит, тут просто много типа возиться с ними. И я вам там за 10 тысяч долларов просто все, что у меня есть, все, что вы там захотите, залью на линк, только вы там сами ко мне приедете, потому что я по почте не хочу это переправлять. Просто приедете, я вам все залью. Ну то есть на тот момент все прощество ценилось. Ну не то, что там не нулевой, естественно, ценник был количества. Просто, ну, делает чувак и делает. Ну типа все спорят, ну круто, да, интересно, что будет дальше. Но сейчас, после того, как Бипл продает все, что он сделает после того аукциона, на котором продалась его работа, как она называлась там, 5000 дней или сколько там. Надо. Все сразу, все, что делает Бипл сейчас, все приобретает мега важность. И есть очень серьезное подозрение, что кто-то помог Биплу вступить на этот путь и помог с его раскруткой и попасть на аукцион и все такое. То есть нотка коммерческая уже сейчас бедна звучит, так сказать. И мне очень-очень, честно, не нравится то, что сейчас делает Биплу в плане, ну, я имею в виду, как в плане крипто-художника. Видно и очень заметно, что ему важен сейчас выхлоп популярности по коммерческой части. Это печально. Очень много художников объявило о том, когда я только начинала набрать. В общем, весь смысл продаж сводится, естественно, к тому, чтобы заработать денег. И все деньги накапливаются на цифровых кошельках, с которых можно конвертировать это в другие валюты. Вот, все, уже все придумано, все работает, хотя я еще сам не пробовал никогда, не пользовался, так сказать, тем, что я заработал. А заработал я там, могу даже не скрывать, полтора этериума, по-моему. Продал на Foundation и на Maker's Place в сайтах несколько своих картинок, там видео. Причем до сих пор продаются самые, наверное, там интересные и вроде бы, как мне казалось, ценные работы. Это там Doop и еще там несколько симпатичных, которые реально видно, что сделаны качественно, они узнаваемы, они могут там чего-то стоить. Вот, но до сих пор особенно не интересуются и не покупают никаких аукционов, ничего там не стартует. Скорее всего, я не придавал важности слишком большой промоушену, раскрутке, не кричал об этом в твиттерах, не показывал это на каждом перекрестке, что смотрите, как круто, какой я крутой пацан, давайте начинаете покупать. Я не знаю, как это делают многие, те, кто действительно очень много продающие, артисты. Я просто решил как на самотек пустить и оно все должно было продаваться. Но так это не работает в мире NFT, как я понял. То есть нужно надувать, активно щеки уметь, то есть активно показывать всему миру, что то, что ты делаешь, это принципиально важно иметь любому коллекционеру. И это очень много стоит денег. И только тогда это имеет смысл какой-то этим вообще заниматься. И я даже познакомился с очень известным коллектором, который оказывается мой сосед тут во Флориде, даже в нашем каунте живет Пайли Стэш. Многие там пытаются добиться его внимания, но имеется ввиду артисты там постоянно его бомбят, там посмотри, что я сделал, купи, купи. А я просто познакомился, потому что у меня тут общий знакомый и он с ним общается, делает какие-то общие проекты. Он, оказывается, мой сосед. Я только с ним пообщался, он купил одну какую-то мою работу и начал торговаться по поводу купить доп. Что-то там думал, в итоге думает уже месяца три-четыре, я уже не спрашиваю, ладно, все, забыли. Вот. И я давно уже понял, что, по-моему, это не мое. То есть я не мог это не попробовать, то есть как оно там работает, как оно продается, хотя я принципиально был изначально против этой, как мне казалось, мошеннической схемы. Плюс, потому что вся эта блокчейн-система, она основана на серьезных математических вычислениях, которые происходят там на всех этих видеокартах, которые потребляют очень и очень, очень, очень много энергии, выделяют тепла. Сначала там людей, которые так рассуждали, смеялись, думали, да ну, не так уж и это много энергии потребляют. Сейчас уже задумались действительно, потому что масштабы сейчас просто гигантские. Так как это стало на коммерческие рельсы, это все поставлено просто гигантскими масштабами, тратится очень много ресурсов ради того, чтобы высчитать этот код и оформить эту работу какую-то в блокчейн. Таких людей миллионы, не знаю, может, миллиарды там. Вот, и я, честно говоря, был против этого всего и сейчас я на 100% уверен, что это очень опасная технология в плане того, чтобы это было массовым явлением и все гонялись как действительно при золотой лихорадке. То есть ты намекаешь, что крипте скоро крах, как я люблю писать в чатиках? Я не намекаю, я больше чем уверен, потому что останутся, эта технология не умрет, она останется. Все будет жить, но немножечко на другом уровне и останется это, скорее всего, уделом каких-нибудь коллекционеров, каких-нибудь людей, организаций или каких-то структур, которые уже инвестировали, вложили огромные деньги, которые, естественно, так просто не бросят. Но таким массовым явлением это не останется, это точно, потому что оно просто перегорело. Все это просто бешеная лихорадка или уже закончилась, или будет заканчиваться, постепенно сходить на нет. И в плане безопасности все кричали, что это мега безопасно, любая сделка защищена, ее никто не сможет никак обойти, никак украсть. Оказалось не совсем правдой, потому что оказывается, чтобы на все 100% быть уверенным, что те деньги, которые лежат на цифровых кошельках, ну вот чтобы они действительно были недоступны, нужно хранить на специальных флешках, защищенных хранилищах и держать у себя там под матрасом, в сейфере где-то еще, и чтобы снять эти деньги, которые цифровые, которые там лежат, нужно только с помощью этой флешки. Если она потеряется, испортится, естественно, все пропадает, никакие банки, никакие люди, никакие структуры не вернут никогда этого уже точно. Вот это мне тоже больше всего как-то непонятно было, беспокоило, что же произойдет, если эти деньги потеряются цифровые, украдут или что-то еще. Так как все кричат, что это децентрализованная система, и все выставляли это как преимущество, оказалось большим недостатком. Несколько месяцев назад мой друг вложил деньги в биржу, около 10 тысяч долларов, в эквиваленте, не знаю сколько там цифровых там, в ЭТРМе там было, около 10 тысяч долларов, это биржа, биржа, которая берет в оборот, так сказать, деньги, и их может использовать в своих там сделках. Так вот, он зашел один раз посмотреть, сколько у него на счету, а там было ноль. Как бы, собственно, естественно, это сразу претензии к бирже, биржа просто, биржа известная, это Coinbase. Биржа, то есть это не какая-нибудь там на рендерферме или у кого-то на кухне, это просто огромная, солидная биржа. Они сказали, ну, извините, мы посмотрели операции, мы не видим там, куда деньги пропали, до свидания, конец. Неплохо. И таких, да, таких случаев там было в тот момент очень много, ее взломали, короче говоря, украли. Кому-то компенсировали они, кто, скорее всего, начал там, наверное, там чем-то грозить, какими-нибудь судами или чем-нибудь еще. Вот, но толком никому ничего не вернулось. Да, люди потеряли деньги, то есть пытаясь заработать, но все ушло кому-то. Вот, в моем случае тоже был неприятный случай, то есть все деньги, которые, деньги, блин, даже деньгами смешно называют. Каждый раз эти экспериментальные деньги, которые я там заработал, тоже хотел, не знаю, долго думал, хотел отправить нашим там военным. Куда-то там Стерненко там планировал, чтобы в дело пустить, потому что они хотели их и тратить, и конвертировать в доллары или деньги, как бы, не хотел, думал, может, купить на эти цифровые. Ну, короче, просто лежали у меня на счету, в моем кошельке, кошельком я там метамаском пользовался. И я там не проверяю каждый день, не смотрю, в один прекрасный день я открываю, посмотрите, там лежит 0,15 долларов, показывает там валенти, то есть денег нет. Вот, и было около 4 тысяч долларов, то есть полтора этериума. По тому курсу, который тогда был. Вот, я, не знаю, написал там метамаск, суппорт, с вопросом, что же делать, как же быть. Ну, я был на 99,9% уверенно с ответом, что ничего, прости. В принципе, ответ такой и последовал, что вам нужно было проверить на вирусы компьютер, вам нужно было там никому не передавать свои пароли. Ну, короче, отписались и на этом все закончилось. Я нашел след в блокчейне от этой операции, что просто какой-то неавторизированный пользователь без там даже имени, просто у него в виде там кода, его имя, провел операцию непонятно как, снял деньги на вот такой-то счет. Ну, то есть это отдает ровным счетом ничего, то есть это никогда не проследишь, ничего не сделаешь. Ну, все, конец истории моей, моего криптотворчества, мое криптотворчество закончилось на этом, как бы, то есть я до конца убедился, и мне такой жирный посыл последовал с помощью этого случая, что, как бы, это или просто не мое, или это просто, ну, афера, на который может попасться любой человек, который, ну, пытался, пытается, или может попасться на вот, ну, вот такую ловушку, и неоткуда искать помощь, просто-напросто. Если у тебя в банке деньги пропали, ты можешь обратиться в полицию, в банк, ну, хоть как-то попытаться вернуть, по крайней мере, в Америке. Ну, с крипто делами некуда звонить, некуда бежать, все. Ясно. Ну, отлично, что мы этот вопрос осветили, потому что про NFT в основном все говорят, в принципе, как и про крипту, но мало кто на деле это проверяет. Вот, ты, ты второй человек, ну, наверное, даже первый, потому что тот человек, с которым я общался про NFT, у них там все ок, они хранят, типа, на флешке деньги, вот, а у тебя, как казалось, все плохо. Вот, я видел в комментариях, там еще писали ребята по твоим постам, что у них тоже, вроде как, было воровство с крипто-кошелька, да, вроде же. Да, меня завалили потом комментами такими, там личку присылали, аналогичная просто ситуация, аналогичная. Да, так что, хорошо, что мы это осветили, и ребята будут теперь больше думать головой, чем лезть за быстрыми деньгами в NFT, в хайповую тему. Да, мне есть знакомый, который вот из Майами, который только занимается NFT, он делает однотипные, так сказать, брендовые дизайны, на которых построен весь его путь продаж, так сказать, и привлечения. Он инвестирует все свое время, он только на вот это вот, планирует, рассчитывает, и у него, в принципе, получается, он довольно известный крипто-артист, но вот, лично, мне, вот, это вообще не мой путь. Поэтому, если, которые не только хайп на этом ловят, но и умеют зарабатывать, то есть, я за, молодцы, и все, как бы, класс, вообще не против. Но это вот не мой путь. Я понял. Так, быстренько вопросы, наверное, обсудим, которые у нас остались, мы уже все разобрали так, вторичными. Касаемо железа, вот, ты немножко был начал, я не успел задать этот вопрос, что у тебя сейчас по железу, сколько системников, сколько мониторов, какие видеокарты, и как оно справляется с тремя-четвертымя проектами сложными одновременно? Сейчас будет шок-контент вообще, потому что я работаю на ноуте, с большим монитором дополнительным, 21.9, но я работаю, вся моя, вся моя воркстейшн, это ноут. Я могу вообще объяснить, почему. Я его купил год назад, я только приехал, и почему ноут? То есть, это как я думал, что... То есть, свой старый комп я разобрал на части, продал по частям в Киеве, то есть, все хорошо, то есть, он продался, то есть, он там не стоит, не пылится, не стареет. То есть, я его продал, у меня было 5, там, видеокарт, 10.70, и все продалось перед отъездом. Но тут я хотел найти себе какой-то сетап, не слишком громоздкий, чтобы быстро вступить в работу, чтобы не собирать его долго, там, не подбирать части, там. И подумал, может быть, это может быть какой-то ноут вообще быть, потому что я всегда скептически к этому был настроен. Ну, как можно на ноуте что-то арендовать, они там закипают вообще, правильно? То есть, я начал там смотреть какие-то форумы, сайты с опытом подобным. И на реддите я прочитал ответ под подобным вопросом, типа, используете ли в ноуте. И один юзер писал, что да, я использую Electronics. Это американская, в Deliver, по-моему, их собирают. Типа, ну, типа, уже, типа, там, не знаю, пару лет использую, типа, вообще все классно, рендерю, и все без проблем. Я залез к ним на сайт, посмотреть, что это за ноуты. Ну, сначала, естественно, я там Razor смотрел, потому что все там знают, что Razor и ноуты, они мощные, на них можно работать, все класс. Почему бы нет, дорого, но неважно, главное, что работает классно. Вот, я просто у своего знакомого, который на Razor, он там монтажер, в основном монтажи делает, и ставит там на рендер просто монтажи. И он, говорит, закипает, говорит, он там на подставке ставит, он там, типа, просто очень горячий, и вряд ли он, говорит, тебе для 3D может там что-то рендерить. Я такой, ну, типа, ладно, залез на этот Electronics, пишется Electronics, посмотрел, и там, как конструктор, ты можешь собирать себе сам, фаршировать его всем, чем нужно. Они его собирают и присылают, вот, и это достаточно интересный момент, потому что мощнее, чем там вот можно набрать себе модификацию, я не встречал нигде. То есть Razor'ы курят вообще, ну, там, у них нет никаких возможностей, сколько набрать оперативки, там, видеокарту поставить, там, охлаждение и все. То есть, ноуты этого Electronics'а выглядят просто как обычные, черные, чуть-чуть они там толстенькие, ну, естественно, там, охлаждение нужно куда-то ставить, то есть они не могут быть такими, как, ой, пла, там, слишком тоненькими. Ага. Вот. 64 гига оперативки, RTX 3080 видеокарта, AMD, там, какой-то 16-ядерный процессор, ну, меня процессоры просто вообще никогда не интересовали, CPU имею в виду, потому что у меня все процессы делаю на видеокартах, но, там, да, 16-ядерный AMD процессор, дисплей у него, дисплей у него откалиброванный, то есть даже можно его использовать для работы нормально, и, как бы, все, ну, там, все мелочи, там, естественно, у него, там, быстрый Wi-Fi карта стоит, у него, там, SSD винты стоят, в общей сложности около 8 терабайт, вот, и я был, на самом деле, уверен, что мне его не хватит. Я еще, кстати, с собой привез видеокарту, единственное, что я привез, это, вот, RTX 2080 Titanium. Ага. Я не хотел ее продавать, и привез с собой, и купил себе еще и GPU, коробку от Razer. Ага. Ну, то есть, бокс, который вставляется видеокартой, можно как-то external GPU использовать. То есть, у меня сейчас ноут с подключенным и GPU, то есть, у меня две карты всего стоят, от 2080 и 3080. Ага. Вот. И, и подключенный монитор 21.9, LG 4K разрешение, мне этого хватает для всех моих проектов. Ну, тупо все летает. Вот. Это не реклама этому электрониксу. Я себе в Инстаграме сделал пост, ну, люди, наверное, подумали, что какой-нибудь спонсорский пост, там, никакого отклика не получил, пара человек мне там писала, даже звонила, там, типа, это что серьезно, там, знаешь, это, наверное, там реклама. Я объяснял, что этот месяц проработал, сделал этот пост, ну, и вот спустя, опять же, не реклама, что эти чуваки реально делают нормальные ноуты. И, и, я рендрил, самое долго, ну, наверное, там, сутки, беспрерывно, он не закипает, у него нормальное охлаждение, постоянно там температура и полные нагрузки, может, там, 63-64 градуса, я не шучу, на этом самом, на самом, на самом новой видеокарте. На EGPU, там, до 75, там, может повышаться, но это реально тачка для работы, то есть у меня постоянно запущены, там, авторы, там, синемы, там, постоянно все жужжи, трендери, там, круглосуточно, постоянно все в работе. Он все выгребает, то есть, да, это не миф, можно работать на ноуте, все, вот, все мои сложные проекты, которые я там делал в течение года, все сделаны на ноуте. Так что, никакие тачки не нужны, это, опять же, современный мир, я беру этот ноут, складываю, иду куда-нибудь, там, на улицу, могу там композить, если мне нужен большой монитор, возвращаюсь, включаю на рендер, все. Ясно. То есть, эти ребята отправляют только по штатам или в любую точку мира? Куда угодно могут отправить. В Украину тоже могут? Да. Отлично. А ты вот покупал его с прицелом именно из-за мобильности, или он чем-то еще, может, даже выигрывает перед стационарными компами? Потому что вот то, что ты сказал, у меня такая же конфигурация, только у меня системник, полноценный большой здоровый ящик, который я перевозил во время боевых действий в другой город, он чуть ли не пол багажника в машине занял. Да, это правильный вопрос, на самом деле, потому что я вот точно так же сидел, смотрел на конфигурацию, как я там себе его собирал, набирал, так сказать, комплектующие, которые туда можно добавить. Я подумал, блин, а у меня же точно такой же шкаф стоял в Киеве, и даже все слабее было. А что так можно было? Ну, то есть, если он нереально отвечает, что он работает, какой-то из Китая, из подвала привезенный, с реальными отзывами людей, и я вообще-то тоже не понял, а зачем мне этот шкаф вообще? То есть, зачем? Да, тут точно так же, вот и кожа прост, да, там стоит охлаждение. В новых модификациях, которые я сейчас нашел на сайт, это в Electronics, там даже водяное охлаждение есть. Там, ну, типа, отверстия есть, ты туда можешь подключить, если у тебя есть помпа, к этому ноуту, помпа жидкости, он может, типа, еще и жидкостью охлаждаться. То есть, все очень красиво раздевает. Ну, тут, наверное, все-таки, если проц работает, у меня, например, проц в половине, наверное, проектов загружен на 100%, там у него воздушное охлаждение, такая башня нормально стоит. И он плюс у меня разогнан, 59-50х разогнан, наверное, стационарные только в этом выигрывают, за счет того, что там больше пространства и лучше охлаждается проц. То есть, а карта, наверное, там и там одинаково охлаждается. На счет проца не знаю. То есть, я вот никогда его тут ничем не нагружал, как он будет справляться. Но у него хорошая система охлаждения. То есть, там я делал всякие тесты и процесса и карты, когда там тестировал, перед тем, как запустить его, искать клиентам, что да, я могу работать, у меня есть железо, то есть я должен его как-то прогреть, понять, что он там не расплавится. То есть, я ему делал бенчмарки и смотрел, что вообще с ним будет происходить. Включается там вентиляция, которая удерживает эту температуру. Он на полную мощность молодит, но температура держит. То есть, он не супер горячий. Он выгребает, шумит, но он работает. Все классно. И по цене, как стационарный, плюс-минус. Правильно я понимаю? Там не сильно дороже он стоит. Дешевле все. Дешевле? В топ-комплектации все стоило 3,5 тысячи долларов. С видеокартой? Да. Понятно. Ну да, получается. Плюс того, что не надо покупать видеокарту, искать, бегать в очереди, стоять там, переплатить в 20 раз дороже. Она уже стоит тут в этом ноуте. И там же она на 16 гигабайт получается, GPU памяти, 30-80. Да. А эти стационарные на 12, к сожалению, идут. Да. Ясно. Так, тогда следующий вопрос, который я тут себе пометил. График работает, у тебя есть какой-то? Например, там, Милан Маск работает по графику 6.1, то есть, у него один выходной в неделю. Там кто-то, офисные ребята 5.2. У тебя есть какие-то такие периодизации? Ну, исходя из того, что у меня нет каких-то постоянных проектов, то есть, я стараюсь делать себе какие-то еще передышные. А вот сейчас у меня тут какой-то шквал проектов. Ну, я просто беру их, потому что они очень интересные. Не потому что очень-очень деньги там нужны. Я не могу отказаться. Там для гитхаба там был проект, там еще пара интересных проектов, там, не могу сейчас даже назвать. Вот, но графика как такового нет. Я стараюсь, конечно, все выходные, ну, то есть, на выходные никто и не просит тут работать никогда. То есть, выходные есть по умолчанию. Вот, но стартует он, когда у нас идет, допустим, проект, на который им нужны там митинги утренние, вечерние. То есть, у меня начинается там в 10 утра, в 11, может быть, иногда. Ну, смотря, какой клиент, ну, в основном у меня клиенты из West Coast, ну, то есть, из Лос-Анджелеса, оттуда из Калифорнии. Вот, у них утро позже начинается. Поэтому я могу себе там позволить позже стартовать. Вот, и, ну, обычно я стараюсь там пораньше сделать, типа, там, каменты, отстартануть, чтобы на митинге уже хоть что-то там показать. Вот. И, все зависит от проекта, от клиентов. То есть, нет никакого такого режима. Вот, все сводится к тому, чтобы успеть сделать вовремя и, там, качественно. Я понял. Больше никакого графика нет. То есть, на выходных ты обычно не работаешь суббота-воскресенье, и пять дней в неделю обычно работаешь, плюс-минус. Ну, бывают там стратегические еще такие моменты, в плане, что делать на выходных. Бывает такое, что я понимаю, там, бывают проекты, в которых нужно показать что-то в течение недели, там, не в понедельник, там, после выходных. Я, там, у себя, там, уже планирую, так, там, у меня, там, два, там, три проекта, в которых я не смогу уделять время в будние дни, поэтому я возьму, сделаю, там, на выходных что-то. Естественно, я, там, потом говорю, что я, там, работал не на выходных, а, вот, там, во вторник или еще когда-то. Ну, то есть, мелкие такие чисто тактические ходы еще нужно предусматривать, чтобы, ну, в ущерб, там, да, выходные, в ущерб, там, отдыху. То есть, планировать так, чтобы все потом сошлось по остальным проектам. У меня нет таких установок, нет, я никогда не позволю себе работать на выходных, потому что я, там, делаю человек или, там, еще что-то. Ясно. Так, что у нас по вопросам еще осталось? Почти все разобрали. Про соцсети давай коротко поговорим. У тебя есть Behance, я смотрел, Instagram, это твои основные соцсети, где ты выкладываешь работу. Ты просто говорил, что вот важно светить проекты, чтобы видели их другие участники рынка, тегали. Какие ты еще используешь в соцсети? Тикток, может, сейчас популярный. И откуда из соцсетей больше всего запросов, если ты это мониторишь? Ну, да, основные, Instagram и Behance. Есть, там, LinkedIn, но я, там, практически никогда ничего не выкладываю. Тикток не пробовал? Тикток, тикток, честно говоря, нет. Ну, опять же, нет такой необходимости. Это звучит странно, но я стараюсь, опять же, сдерживать как-то, наоборот, поток. Ну, может, это, как бы, совет больше ребятам, которых нет работы. То есть, что бы ты им посоветовал, какие соцсети? Любой, любой, любая возможность, чтобы как-то о себе заявить. Любая разумная возможность, которая поможет, любая, будет только в плюс. Ну, тут меняются тенденции постоянно. То есть, сейчас, возможно, TikTok популярнее, чем Instagram и туда. Но там, там контент такой, что для мошен-дизайнеров, возможно, какие-нибудь хайповые лупы там сделать красивые, меховые, там, не знаю, чтобы люди там могли это зарепостить. Ну, там вряд ли будет кому-то интересно, если ты покажешь какой-то процесс, как ты делал там какую-нибудь часть интересной графики с партиклами. То есть, нужно думать стратегически, как и где что можно показать, заявить о себе. Ну, да, любые способы. Любые соцсети. Разумные, конечно. Артстейшн также, наверное, подходит. С артстейшном, я стараюсь тоже туда все выкладывать, но оттуда очень мало людей приходит, очень мало. То есть, там в основном иллюстраторы, концепт-артисты, там, какие-то моделеры. То есть, мошен-дизайнеров, я там не знаю. Это не их портал. Ясно. Мне так кажется, я не знаю. Еще вопрос тут стоит, и ты, по сути, уже ответил в начале интервью, как начинающим, либо среднего уровня фрилансерам находить, в том числе зарубежных клиентов, проще всего и быстрее всего? Ну, давай хороших, топовых, которые платят высокие рейты. Как у тебя было, допустим, когда ты был в Украине? Да, хороший вопрос. Ну, по сути, ты на него ответил уже в начале, когда ты говорил, нужно сделать крутую работу, чтобы на нее обратили внимание. Может, что-то еще хочешь добавить? Кстати, можно. Ну, да, это самый такой простой для меня выход. Это просто пытаться сделать что-то красивое, выкладывать и пока не заметят это ждать просто. Но еще хорошо можно, зовите себе, найти уже работающих в студиях, знакомых, друзей каких-то, которые смогут порекомендовать. Возможно, это тоже не какой-то суперсовет, но это очень сильно поможет обратить на себя внимание. То есть, да, добиться, чтобы те друзья действительно показали работы, показали, ну, убедили, что если вы там действительно чувствуете, что можете претендовать на то, чтобы делать какие-то интересные и полезные вещи для больших студий, чтобы эти люди показали, объяснили, что гарантировали, что вы действительно тот человек, который им нужен. И это сработает, потому что в студии, в американские, ну, большие студии очень идет большой поток постоянного спама, мега поток, там, не знаю, из Индии, там, Китая, со всего мира, типа, с шоурионами, там, с какими-то CV, которые шлют просто тоннами. И они очень редко попадают, ну, в те руки, которые нужны, потому что эти HR-ы, им проще самим уже искать, ну, контент, который действительно качественный. И опять же, из-за того, что очень много сейчас этого в интернете, если они действительно кого-то находят, они за них цепляются, все в порядке будет. Но все пытаются пробиться просто из всех щелей, лезут. И чтобы не попасть в этот поток, нужно найти человека, который сможет поручиться за вас и показать то, что вы умеете. Тут в Америке, грубо говоря, даже интернах, людей, которые, ну, то есть вообще тупо базовые. Но если они зарекомендовали себя как те люди, которые хотят, и могут учиться, быстро учатся, даже этих людей очень-очень быстро берут на проекты и делают много видеоинтернов, которые реально, ну, просто офигенные вещи делают. Очень сложно представить, что они еще совсем недавно вообще ничего не умели. Но когда попадают на проект, очень-очень люди быстро нагребают опыта и их воспринимают уже как совсем полноправных участников команды. Поэтому нужно просто зацепиться и отсылать свои какие-то шоу-рилы в студии, то 90% попадет в спам, оно просто вас не увидит, не услышит. И, к сожалению, сейчас есть такая тенденция. То есть, по сути, рекомендация такая. Нужно сделать несколько крутых проектов, хороших, ярких, потратить лучше время на это, может в каких-то конкурсах поучаствовать. Например, сейчас, кстати, от Epic Games разработчики Unreal Engine 5 проводят конкурс на лайтинг, композиция. То есть, видео нужно сделать 10-30 секунд. То есть, в таких конкурсах можно поучаствовать, чтобы на тебя обратили внимание HR, какие-то супервайзеры, ребята, которые в жюри этих конкурсах сидят. И такой способ намного проще, когда студия сама к тебе обращается или клиент напрямую обращается, чем просто бомбить пачками непонятно какими проектами в портфолио деморилом студии. Ну, да. В принципе, конкуренция заставляет придумывать новые какие-то способы и в том числе и клиентов потенциальных, которые хотят как-то выводить качественные руки и мозги из этого всего потока. Поэтому, да, нужно участвовать. И если ты действительно лучший, а не просто там лучший бомбер почты клиентской, ты там действительно сможешь показать, тебя обязательно замечают и заметят. От себя еще добавлю коротко. У меня сработал немножко другой способ. То есть у меня нет никаких там супервыдающихся личных проектов. Я в основном работаю на коммерческих проектах. Личные для портфолио делаю редко. У меня сработал способ, что меня рекомендуют друг другу как человека, который может вовремя сделать то, что пообещал. Вот и все, в принципе. И люди как бы не стыдятся, они реально рекомендуют, советуют. И вот это почему-то как-то сработало. То есть в портфолио у меня нет там сверхвыдающихся каких-то классных проектов, как у тебя вот этот глазик. Но все равно такое даже просто делать то, что ты обещаешь вовремя, чтобы после тебя не переделывали. Сказал там за неделю сделаю вот этот объем и сделать его. И тоже, в принципе, можно работать с рейтами 400-500 долларов за рабочую смену. В принципе, я же вот этот год последний где-то так и работал. Но только один клиент у меня 400 долларов рабочая смена. Постоянный мой, с которым я очень долго уже работаю. А для всех новых 500. То есть просто делайте то, что вы пообещали. Никого не подводите. И там плюс-минус продакшн качества, чтобы его не стыдно было показать клиентам. А еще лучше, если это кого-то удивит из новых клиентов. Да, такой простой секрет, который работает всегда и будет работать. Да, простой. И, как оказалось, не все просто могут сделать то, что обещают. Не все там могут досидеть даже до конца на проекте. То есть, как ты говорил у вас в Штатах, был паренек. Ну, в Украине... Нормальный, кстати, парень, я с ним общаюсь. То есть, он не какой-то ненормальный, не какой-нибудь, знаешь, там, высокого мнения о себе. Просто устал. И все. Ну, да. В Украине просто пропадает много... Тоже так на середине, под конец проекта. Там на дедлайнах. Просто физически выгорают. Как-то эмоционально, морально. Не хватает сил, энергии, там, скиллов даже не хватает. Просто... И таких людей... Про выгорание. Да. Про выгорание можно поговорить быстро. Хочешь, расскажи, мне эта тема настолько скучная. То есть, когда ты работаешь на себя, и ты можешь, например, заработать очень много денег за короткое время, я, например, вообще не выгораю. Хочешь, расскажи коротко, как ты с этим борешься. Просто эта тема постоянно... Да, да, да. Так сказать, курсах по творчеству, когда рассказывают, типа, и обязательно составляющие творческое выгорание. Как с этим бороться, и там... То есть, серьезная проблема. Но я не знаю, что это вообще. То есть, я не понимаю. Полностью. Опять же, если в студии работаешь, то я бы выгорел, наверное, уже очень давно. Но когда работа перерасставит в хобби, и ты не чувствуешь, что ты вообще работаешь, как можно вообще выгореть тут. Ну, опять же, это, опять же, трюк, что нужно достичь каких-то технических скиллов определенных, чтобы у тебя эта боль ушла от выполнения какой-то сложной задачи, чтобы тебе было просто интересно взять сложнее, намного сложнее проект, чем был в предыдущий раз. И для тебя это просто как новая интересная задача, а не просто как, ой, блин, новые, опять они что-то хотят. Ты решаешь новую интересную задачу, и всё. Наверное, просто есть такой этап в начале карьеры. Любой человек, наверное, проходит. Особенно те люди, которые на студиях работают, которые не видят даже привязки своей эффективности, скорости, продуктивности к деньгам. У них это выгорание, наверное, есть. Они там психологически, может, как-то выгорают. Есть просто нехватка энергии, допустим, когда у меня такое бывает. Я просто ещё спортом занимаюсь, можно так на тренировке подустать, что ты уже работать не можешь. Но ты когда понимаешь, допустим, что ты там за день можешь, ну, допустим, за неделю заработать 5-7 тысяч долларов, то этого выгорания никакого нет. Ты сел, сделал работу, доволен, клиентам понравилось. То есть, когда ты любишь работу, когда есть привязка денег к твоему времени, к твоей продуктивности, то выгорания никакого не будет. Но любовь тут, когда работа — это хобби, да, это, наверное, основное. Но ещё нужно подкрепить финансовыми результатами. Мы всё равно работаем за деньги. Есть просто люди на студиях, которые делают в 3 раза больше, чем кто-то другой. И они смотрят, и может как-то психологически тухнут от этих моментов. Так, тогда плавно переходим к последнему завершающему вопросу. Вот если бы ты начинал сейчас, какое направление CG выбрал, и какой софт? Видение CG-рынка на 5-7 лет, каких специалистов не хватает на рынке сейчас? Три в одном. Да. Ну, мне теоретически тоже там люди задают вопрос, там пишут, ну, очень много людей, которые хотят сейчас начинать. И я пытаюсь, я пытаюсь просто вспомнить, как же, с чем я там боролся, с какими страхами, проблемами, там пытаюсь как-то найти какие-то ответы, но я, честно говоря, даже не знаю, что советовать, потому что если у человека совсем нулевой уровень, вот он действительно понимает, что он хочет попробовать, то нужно начинать всегда с самых-самых-самых базовых вещей, вплоть до того, чтобы начинать, если ты можешь не занять, начинать там обучение с фотошопа. Просто, чтобы понять, базовые вещи с цветом, там, что такое альфа-канал, что такое, ну, базовые инструменты, слои там, как сочетается одно с другим, как нельзя сочетать. И даже на вот этом минимальном этапе можно будет понять, готов ли ты вкладывать свою энергию, есть ли вообще эта энергия. Потому что дальше процесс будет строиться аналогично, просто будет другой софт, другие задачи, и просто немножко все там усложнится. Просто у людей разный склад ума, разный подход к делу, разный подход к своему телу, потому что тело будет позволять или не позволять делать вообще, сопротивляться, или ментальное состояние, предрасположенном или нет, как с этим бороться, это все будет просто на другом уровне. А так изучать просто сначала софт поэтапно, не лезть сразу в гудень, не лезть в сложные, непонятные структуры, нодовые, не понимать, кричать, помогите, я не хочу, я не понимаю, не больно, что-то. Начать с самых простых вещей, это займет немножечко больше по времени обучения, но зато это будет надежным фундаментом для всего остального. А вот именно если брать направление, вот если бы ты сейчас начинал, или, допустим, твоя дочка подошла тебе, говорит, папа, я вот слышала про motion design, про постпродакшн для кино, для сериалов, постпродакшн рекламы и геймдев, куда мне лучше двигаться, где легче, где больше перспектив, где точно будут деньги на ближайшие 5-7 лет, где легче зарабатывать, где, ну, если убрать вот этот вопрос, что ты больше любишь, допустим, ты любишь всё одинаково, вот, у тебя везде одинаковые склонности, вот, какое направление рынка, ты думаешь, будет лучше всего развиваться из тех, что я перечислил? Мне геймдев никогда не нравился, не симпатизировал и сейчас тоже как-то нет склонностей. Я не знаю, как это объяснить. Скорее всего, мне нравится видеть перед собой и делать высокого качества картинки, модели, чтобы всё скрипело и шуршало. Просто... геймдев мне всегда казался чем-то каким-то фейковым и... Скорее всего, это опять же что-то ошибочное и... не стоит так это сильно воспринимать или... принимать близко к сердцу или к руководству как правильно поступать, но... Скорее всего, геймдев сейчас становится очень перспективной отраслью, в которую в целом все реалтаймовые движки и скоро вообще всё и выйдут, наверное. Потому что то, что сейчас делает Unreal Engine, ну, просто шокирует. Не нужен никакой рендер, всё упирается просто в пару видеокарт и всё очень в реалтайме вращается, крутится. Возможно, нужно, если давать совет, то давать совет изучать реалтаймовые движки и изучать геймдев вот, как мне кажется. Но я по олдскул своей стратегии всё-таки оставался бы в мошен-дизайне и классическим всем способом рендера и собственно анимацией. одно с другим может работать в любом случае, то есть геймдев с моделингом анимацией. Потому что я вот недавно работал с Квачева, для Квачева, и делал для них ассеты, для их у них там онлайн трансляция была, и в Unreal Engine они делали строящийся город, там какие-то там какие-то штуки, которые с Unreal Engine движком анимировались. Я делал ассеты, они обратились ко мне. То есть я делал анимацию, которая запекалась и участвовала в считая, что с геймдев технологии. Поэтому трудно сказать, что перспективнее. самое главное не идти на завод. Гайки крутят. Я сейчас недавно проводил анализ там человек есть один из штатов вроде он постит все вакансии в табличку. Может ты видел табличку Animation Jobs Works называется. Там 3000 вакансий за весну и Unreal шагнул на второе место. После мая на первом. это чисто по студиям мировые со всего мира собраны вакансии. Там Канада Штаты Англии это половина. Майка на первом месте 1300 по-моему вакансий. Unreal на второе выбился. Там уже дальше идет Houdini Blender 3ds Max вот остальное такой базовый софт. Сейчас очень сложно давать советы по софту потому что сейчас все софты вот просто все уже и Blender там pipeline внедряют поэтому все вот лишь бы делать качественно и красиво быстро очень много всего требуется. То есть ты Cinema 4D доволен полностью менять ее не собираешься она перекрывает по инструменту все твои задачи? На 250 тысяч пациентов то есть мне Cinema я знаю что даже Blender делает очень много разных трюков и Houdini очень интересно я просто не могу себя заставить и найти и время потому что если я буду изучать то буду изучать ну серьезно софт если я беру новый софт то я буду изучать его досконально у меня просто нет времени я не понимаю зачем оно мне надо вот в чем идея Окей каких специалистов не хватает на рынке США допустим как ты видишь кого сейчас не хватает запрос допустим по партиклам неважно в чем они будут сделаны вот именно партиклс симуляшнс какие-нибудь это просто номер один по-моему оно постоянно пишут и спрашивают а можешь кого-то посоветовать если там заняты кто-то еще вот по партиклам ну наверное это всегда будет востребовано это какие-то логичные логические связи между частицами которые строят какие-то сложные композиции то есть это всегда всех восхищало восхищает и если ты научился им управлять то вот я не знаю это по-моему сейчас номер один по задачам естественно нужны будут моделлеры но моделинг для меня это что-то пресное и неинтересное но опять же люди разные мне нравятся симуляции партиклов флюидов жидкости я понял ну да ты можешь только со своей стороны там где ты как бы варишься там сказать нехватку специалистов в принципе ну да все отрасли ты же не увидишь весь рынок студию не планируешь свою открывать в штатах так как у тебя много запросов нет меня спрашивали тоже люди тут масштабироваться ты будешь типа ты же там устаешь наверное сколько проектов потому что у меня студия уже была поэтому наверное не хочу больше опять столкнуться с этим потому что я знаю что будет дальше может если бы это был первый раз то да может в штатах оно отличается немножко все там и прошло уже 20 лет ну не 20 15 да 15 лет если будет какой-то надежный партнер когда-нибудь который даст мне уверенность что ну это нужно это будет важно для мира делать студию но это тогда может быть в одиночку я уже не захочу потому что неинтересно и будет сложно явно чего мне не нужно мне хватает работы и я с ней справляюсь на данном этапе мне эти хлопоты на данный момент я не могу понять зачем они мне нужны очень много проектов которые отклоняются даже не знаю что с этим делать может какой-то канал телеграмм создать в котором буду скидывать чтобы забирали ну да мог бы создать свою так сказать онлайн студию проверенным ребятам форвардить клиентов в принципе да да и все хотя бы вот это вот следующий этап который может может будет вот ну да но но участвовать в этих проектах менеджеры или там отвечать за них вот это вот я не хотел бы вот помогать людям с проектами вот на том этапе с вопросом где же брать проекты вот если я увижу тех людей за которых можно ручаться которые можно давать проекты и помогать в этом случае вот это скорее всего может быть у меня мысль такая уже была ну да это больная тема пропадает больная тема каждого хорошего специалиста что нет человека которого можно было с таким же уровнем ответственности доверять проекты потому что много кто не дорабатывает сливается подводят начинаются там терки какие-то в которых не всегда хочется участвовать вот поэтому и я тебя понимаю почему ты работаешь сам и ну без никаких команд я в принципе так же работаю вот даже аротоскоп простой тоже сам ходи ходить далеко не надо был проект год назад полтора года назад для офф нужно обратились сделать заставку для офф это было или для пауз да для офф для пауз фест офф это одна была вещь которая пропала потому что повед начался это пауз фест пауз фест я взял нашел там людей чтобы мне помогли нашел там из Франции человека интересный там ошен-дизайнер потом обратился еще там не буду называть одному другу и мы договорились что будем работать вместе над этим проектом он бесплатный потому что для фестиваля поучаствовать там это типа престижно то есть это и так это типа как стратегический ход для самой рекламы то есть все кто участвовали делали пауз фест офф все потом рано или поздно как-то получали известность эти артисты и люди согласились все начинаем работать и я понимаю что постепенно сдувается у людей спрашиваю давайте что-нибудь будем показывать что-то делать начинаются разговоры мне там никогда у меня там проект коммерческий я вообще у меня там еще что-то дома там случилось и в итоге я в итоге сделал сам то есть может мне не везет с командами или что-то звезды не так располагаются в этот момент ну короче говоря когда я работаю один все всегда все получается ну да просто причина это явление довольно простая очень маленький процент людей люди дела которые могут взять от начала которые могут пообещать сделать еще в те сроки которые они обещали и после которых не нужно переделывать потом сидеть таких людей на самом деле несколько процентов наверное из всех и они становятся хорошими фрилансерами в результате знаешь же как есть фрилансеры которых не берут в студии даже таких большинство и есть фрилансеры которые выше этих студий которые напрямую даже с клиентами работают без посредничества со студией вот в основном попадаются те которые в первой группе которых даже не берут в компании они фрилансер тут без выходности добавляют чужие работы в портфолио иногда вот ну людей таких людей мало которые люди дела которые могут пообещать сделать вовремя в сроки еще с хорошим результатом вот поэтому приходится и самому в основном работать люди мои клиенты не понимают иногда почему ты сам сам бери кого-то пусть помогает так в пандемию не было просадочки по по запросам по проектам в ковидную пандемию в штатах насколько я знаю или ты еще в штатах в этот период не был я не попал благодаря пандемии появились все клиенты большинство ясно это наоборот помогло первый раз делал проект для apple потому что apple не смогла в офисах людей эксплуатировать и начала работать на фрилансе что было раньше невозможно то есть никогда не не хочу сказать прям за всех я прям знаю но все что я знаю apple никогда ни с кем не работала на на удаленке все всегда под контролем в отдельной комнате в офисах то есть все очень серьезно было а благодаря этой ситуации я делал охренительный проект для apple который никогда не будет у меня в портфолио понятно вот зато все его увидят все его уже видят да все его уже видят в начале твоей карьеры мариуполь видел твои работы сейчас уже видит весь мир да каждый раз когда смотрит хоть что-нибудь из продукции apple у них сейчас есть свой продакшен снимают контент и делают мультфильмы фильмы сериалы так вот тонкий намек когда видят хоть что-то видят то, что я делал заставочка какая-то наверное ну да я понял типа нетфликса у них какая-то сеть своя ну apple original я просто не знаю не слышал еще у нас вот в Украине никто не смотрит apple tv да у нас и нетфликс мало кто смотрит ну и нетфликс да тем более а в Америке тут только нетфликс только apple tv для них это один из самых важных способов посмотреть что-то фильм окей я понял хорошо спасибо за это интервью длинное думал за час успеем получилось почти три часа слишком много информации важны да много опыта у тебя на самом деле не каждый прошел такой большой путь и студия своя и NFT и США и Украина вот было о чем поговорить ссылки на Behance и инстаграм алекса я прикреплю под видео кто хочет можете следить за его творчеством работы интересные нестандартные подписывайтесь и черпайте вдохновение так сказать спасибо за интервью спасибо за приглашение было интересно я думаю полезно поделиться своим опытом да это наверное одно из самых так сказать приближенных к нашей аудитории интервью вот из тех которые я брал раньше вот такой реальный путь трудяги так сказать который я думаю это только начало да посмотрим наверное в штатах намного больше на самом деле перспектив возможностей так что может ты откроешь свою студию рано или поздно говорят по слухам не все так сложно вообще все просто ну все элементарно все можно сделать в течение месяца и найти помещение и людей все тут все очень регистрация все очень очень просто конечно окей все всем пока пока Вот так вот.